Прохожие удивлялись. Гюго сказал, начнется борьба. Затем он вошел в комнату жены, она, лежа в постели, читала газету. Гюго объяснил, что происходит. Она спросила, что ты собираешься делать? — Исполни свой долг. Она поцеловала его и сказала, иди. Она держалась мужественно, а ведь у нее два сына сидели в тюрьме, и государственные перевороты не щадят женщин. Однако Адель всегда отвечала смелостью. В доме номер 70 на улице Бланш Гюго встретил Мишеля де Буржа и других депутатов. Среди них Бодена и Эдгара Кине. Вскоре гостиная заполнилась народом. Гюго говорил первым, предложив сейчас же начать уличную борьбу, на удар ответить ударом. Де Бурж был против. Теперь не 1830 год, — сказал он. Выступившие тогда депутаты, 221 человек, действительно являлись представителями народа. Сейчас национальное собрание непопулярно. Необходимо дать народу время, чтобы он разобрался. Гюго, как всегда, хотел верить лишь собственным глазам. Он направился к бульвару. Около заставы порт Сен-Мартен собралась огромная толпа. На бульвар вступила колонна пехоты во главе с барабанщиками. Один из рабочих узнал Гюго и спросил, что нужно делать. Срывайте крамольные прокламации о государственном перевороте и кричите «Да здравствует Конституция!» А если в нас будут стрелять, вы прибегнете к оружию. Раздались громкие возгласы. «Да здравствует Конституция!» Один из друзей Гюго, пришедший с ним, убеждал его быть благоразумнее и не давать солдатам Луи Наполеона повод расстреливать толпу. Он возвратился на улицу Бланш, рассказал обо всем своим коллегам и предложил опубликовать немногословную прокламацию, десять строк. Он продиктовал «К народу! Луи Наполеон Бонапарт — предатель! Он нарушил Конституцию! Он кляква преступник! Он вне закона! Пусть народ выполнит свой долг! Республиканские депутаты пойдут во главе народа!» Виктор Гюго «История одного преступления» Полиция следила за домом. Депутаты перешли в другое место, к Лафону, в дом номер два по улице Жемап. Был избран комитет из левых представителей собрания. Карно, Флот, Жюльфавр, Мадье де Монжо, Мишель де Бурш, Юго. Кто-то предложил назвать его комитетом восстания. «Нет, — сказал Юго, — комитет сопротивления. Мятежник — это Луи Бонапарт». Вскоре Крудон вызвал Юго на улицу и сказал ему, «Как друг, я должен вас предупредить, вы заблуждаете. Народ в стороне от борьбы, он не шевельнется». Юго отстаивал свою позицию. Он хотел, чтобы борьба началась уже на следующий день. Наступила полночь. Куда идти? Молодой человек, Ролери, предложил ему ночлег. Госпожа Ролери уже спала, но она встала, чтобы принять его. Восхитительная блондинка, бледная, с распущенными волосами, в капоте, очаровательная, свежая, взволнованная событиями, но, несмотря на это, любезная. Как только в дело вступала женщина, он и в опасности находил нечто романтическое. Ему приготовили постель на слишком коротком диване. Ночью он почти не спал. Рано утром направился к себе. Изидор, его слуга, воскликнул, «Ах, это вы, господин Юго! Сегодня ночью приходили, хотели вас арестовать». Третье декабря был днем баррикад. Боден погиб на баррикаде, произнеся знаменитые слова, «Вы сейчас увидите, как умирают за 25 франков». Депутаты, еще находившиеся на свободе, приняли постановление, где было сказано, что его заслуги перед Родиной велики, и он будет погребен в пантеоне. «Нужно отметить, что эти депутаты рисковали своей головой. В то время как Юго на площади Бастилии в пламенной речи убеждал группу офицеров и полицейских, к нему подошла Жюльетта, не оставлявшая его в эти дни. Сжав его руку, она сказала, «Вы добьетесь того, что вас расстреляют». Четвертое декабря, решающий день, стал днем массовых убийств. Сопротивление, оказанное буржуазно-либеральными кругами, было жестоко подавлено. В Париже погибло не менее 400 человек. Юго утверждал, что убито было 1200 человек. Вьель Костель говорит, что 2000. Для цензуры очень просто дать ложные сведения о количестве жертв подавленного вчера восстания. Как во времена Белого террора, ультра требовали от президента не проявлять милосердия и жалости, быть несгибаемым, изваянным из бронзы и пройти наш век с карающим мечом в руке. В этом кровавом хаосе Жюльетта непрестанно следила за Гюго. Было что-то патетическое и возвышенное в этой женщине, еще красивой, но поблекшей, уже седой, женщине, которой повсюду следует за любимым человеком, чтобы в нужный момент броситься вперед и грудью заслонить его от пули. Подвергаясь опасности, она теряла его и вновь находила. «Госпожа Друэ делала все, всем жертвовала для меня», — пишет Виктор Гюго. «Благодаря ее поразительной преданности я остался в живых в декабрьские дни 1851 года. Я обязан ей жизнью». Восемь лет спустя, в 1860 году, на корректурных отчисках легендовиков, которые Гюго подарил Жюльетте, он написал в качестве посвящения. «Если я не был схвачен, а затем и расстрелян, если я жив и поныне, этим я обязан Жюльете Друэ, которая, рискуя собственной жизнью и свободой, спасла меня от преследований, опасностей, неустанно оберегала меня, всегда умела подыскать для меня надежное убежище и спасла меня, проявив исключительное понимание, усердие, героическую храбрость». Господь Бог это знает и вознаградит ее. Она бодрствовала днем и ночью. Она бродила во мраке по парижским улицам, обманывала часовых, сбивала со следа шпионов, бесстрашно переходила бульвары во время перестрелки, постоянно угадывала, где я нахожусь, и когда речь шла о моем спасении, всегда находила меня. Она не желает, чтобы об этом говорили, но тем не менее необходимо, чтобы эти факты были известны. 6 декабря Жюльетта привела его в дом номер два по Новоринской улице госпожа Саразенда Монферье, с которой она познакомилась в Метси. Супруги Монферье, люди крайне правых взглядов, пять дней укрывали у себя мятежника. Отыскав для него это надежное убежище, Жюльетта приносила ему туда сытный ужин и все необходимые вещи. Виктор Гюго, Жюльетте Друэ, 31 декабря 1851 года. Как ты была прекрасна, дорогая Жюльетта, те жестокие и мрачные дни! Если я жаждала утешения, ты озаряла меня любовью. Да благослови тебя Бог! В опасные дни, когда давали мне приют добрые люди, после тревожной ночи я слышал, как тихо щелкает ключ, и ты отпираешь мою дверь. И мне казалось тогда, что уже опасности больше не существует, что мрак исчез, что свет проник в мою комнату. О, мы никогда не забудем это страшное и вместе с тем чудесное время, когда ты находилась около меня в перерывах между сражениями. Всю жизнь мы будем вспоминать эту маленькую полутемную комнату, старые ковры на стенах, два кресла, поставленных рядом, ужин на уголке стола, ты приносила мне холодного цыпленка, беседы такие нежные, твои ласки, твое волнение и твою преданность. Ты удивлялась тогда моему безмятежному спокойствию. Знаешь ли, кто вселял в меня это безмятежное спокойствие? Это ты. Однако надо было покинуть страну. Человек, преданный Жюльетте, Жак Фермен Ланмен, отправился в полицейскую префектуру, чтобы получить паспорт для поездки в Бельгию, где он якобы собирался работать в типографии Лютеро. Именно с этим паспортом Виктор Гюго в четверг 11 декабря уехал из Парижа с Северного вокзала. Под именем Ланвена, Жак Фермена, наборщика книжной типографии, проживающего по улице Женер, 48 лет от роду, рост в 170 сантиметров, Волосы сидеющие, брови темные, глаза карие, борода сидеющие, подбородок круглый, лицо овальное. На пассажире была фуражка рабочего и черный дорожный плащ. Можно ли было узнать его? А что, если его и не хотели узнать? Кто скажет? Адель, младшая дочь Гюго, в письме к отцу сообщала об ужасной ночи, когда пришли за тобой. Но его исчезновение было менее опасным для режима, нежели его преследование. Госпожа Гюго лежала больна и не могла принять участие в борьбе. Вместе со своей дочерью она каждую минуту ждала прихода полиции, тщательно оберегала все то, что было оставлено на ее попечение, и не переставала сообщаться со своими дорогими узниками — Шарлем, Франсуа Виктором и Агюстом Вакири. Трудно поверить, но в самый разгар борьбы Агюстом Вакири мог еще отправлять ей письма через рассыльного тюрьмы в консьержерии. «Мы полны надежд и чувствуем себя хорошо. Сообщите о себе. Уже два часа, а мы еще не получали от вас никаких вестей. Не выходите из дому. Переселитесь ко мне, либо еще куда-нибудь. В письмах не называйте имени вашего мужа. Если что-либо о нем узнаете, напишите так. У нас все благополучно. Мы ведь не знаем, кому попадают в руки наши письма. Мы читаем газеты, но так как выходят лишь правительственные газеты, мы не знаем, чему верить. Сообщайте нам о себе почаще. Единственное, о чем мы тревожимся, это ваше положение. О нас не беспокойтесь. Ваш на всю жизнь». Четыре часа. Перестрелка приблизилась. Дерутся на площади вокруг нас. «Народ захватывает все большее пространство. Мы в безопасности за толстыми стенами тюрьмы. Надеюсь, что вам тоже не угрожает опасность. К нам привезли человек 50 раненых и арестованных. Они размещены в большом коридоре, который тянется от канцелярии до наших камер. «Только не выходите на улицу. Я больше всего беспокоюсь о вашей безопасности. Попытайтесь через рассыльного сообщить нам о себе, чтобы мы знали, что с вами происходит. Ваш О». Как видно, в тюрьме консьержерри режим был не очень строгий. 12 декабря Виктор Гюго прислал письмо своей жене и сообщил адрес. Ланвен, Брюссель, до востребования. Письмо было адресовано Париж, улица Тур-де-Верн, дом 37, госпожа Ривьер. Это была хитрость, сшитая белыми нитками. 13 декабря 1851 года Адель ответила мужу. «Дорогой друг, мы поем о Санну, радуясь письмо, которое я получила благодаря Всевышнему. Никакого обыска у нас не было. Обыск был лишь на улице Ла-Ферьер, что привело в сильное волнение нашу бедную старушку. Я буду в точности выполнять все твои указания, но ты не беспокойся. Пока я жива, все в твоем доме будет в полной сохранности». Бедная старушка, зашифрованное имя Леони Доне. Итак, Адель заботилась о ней, но вместе со сгнанником в Брюсселе находилась Жюльетта, блестяще выдержившая испытания огнем. Виктор Гюго своей жене 31 декабря 1851 года. Истекший год завершился великими испытаниями для всех нас. Два наших сына в тюрьме, я в изгнании. Это жестоко, но хорошо. Заморозки не вредят жатве. Что касается меня, то я благодарю Бога. Завтра Новый год, меня не будет с вами. Я не смогу обнять вас, мои дорогие и любимые мои. Но я буду думать о вас. Всем сердцем я буду с вами. Я окружен теми же лицами, что и в Париже. Сегодня утром у меня собрались бывшие наши депутаты и бывшие министры. Бедный мой дорогой друг, нежно целую тебя и моих дорогих детей. Шлю вам свою преданную любовь. На прилагаемом письме напиши на конверте адрес Бордо до востребования госпоже Оне. И вели опустить его в почтовый ящик. Откровенное письмо, почти ликующее, ибо радость — плод могучего древа скорби. В первых же дней изгнания он был уверен в конечной победе. Во Франции новый правитель казался в то время непобедимым. Но поэт уже тогда возвещал, что его торжество не будет долговечным. Все кончится, как сон дурной пройдет, И с облегчением вздохнет народ и скажет, больше нет его. Часть восьмая. Изгнальники, мыслители, сочинения. Старее люди становятся более безумными и более мудрыми. Ларошуко. Человек очень долго растет, чтобы достигнуть юности. Пикассо. С большой площади на морскую террасу. Нет ничего более шаткого, нежели успех. Изгнание потрясло поэта и предало ему силу. Виктор Гюго, пэр Франции, в расшитом золотом мундире, Приближенный старого короля-скептика, Жертва восторженных поклонниц, Чуть был не увяз трясенец счастливия. Когда умерла его дочь, он вырвался из болота. Его спасло глубокое и чистое чувство скорби, Свободное от самовлюбленности. Революция 1848 года предоставила ему возможность стать поэтом, Вожаком массы. Опыт показал, что он не годится для парламентской деятельности, Не может искусно маневрировать среди партии. «Для исключительных людей, для гения, Гордое одиночество представляется необходимым». Виктор Гюго, Вильям Шекспир, примечание редакции. Изгнание обеспечило ему подобного рода одиночеством. Для того, чтобы обрести душевный покой, Ему необходимо было правдиво изобразить то, что он пережил. Внезапно происшедшее событие оказалось благоприятным для этого. Он стал великим изгнанником, мстителем, мечтателем. Переживаемое нами время, когда столько людей возводит наслаждение в моральный принцип И поглощены скоро приходящими и отвратительными материальными благами, Всякое удаляющееся от мира заслуживает в наших глазах уважения. Виктор Гюго, Отверженные, часть 2, книга 6, глава 8, примечание редакции. Наконец-то он был доволен собою. 19 декабря 1851 года он писал о Гюстову Кири. «Я только что сражался и в какой-то мере доказал, кем может быть поэт. Эти буржуа, наконец, узнают, что служители разума столь же доблестны, как трусливы служители брюха». Для того, чтобы роль была блистательно исполнена, изгнанник должен жить в горделивой бедности. Когда 12 декабря 1851 года Фермен Ланвен вышел из вагона, его встретила Лаура Лютеро, подруга Жюльетты, и повела его в дешевую гостиницу «Лимбург», впоследствии носившую название «Зеленые ворота». Она находилась в доме номер 31 по улице Виолетты. Гюго писал своей жене, «Я веду монашеский образ жизни. У меня в номере узенькая койка, два соломенных стула, камина нет. Мои расходы в общей сумме составляют 3 франка 5 сул в день». Писать об этом ему доставляло удовольствие, приятное смирение. «Ныне я занимаю самое скромное место, меня уже с него не сбросит». 14 декабря прибыла Жюльетта. Гюго поджидал ее под навесом в таможне, она привезла его рукописью. Жюльетта сознавала, что отныне ее окружает ореол героической преданности, и не было теперь рядом враждебно настроенной супруги Гюго. Кажется, наступил наконец день заслуженного и полного искупления грехов. Дело в том, что я действительно счастлива, на меня не спослано благословение, я имею право жить под ярким солнцем любви и преданности. Нет, она ошибалась. И для изгнанников существовал этикет. Великому изгнаннику не полагалось жить с любовницей, и несчастная Жюльетта должна была поселиться без него у своих друзей Лютеро. Она безропотно переносила жестокую обиду. «Ничем не жертвуй ради меня, если это вызывает у тебя какое-либо огорчение или угрызение совести, и жизнь моя, и смерть всецело принадлежат тебе. Обещаю тебе, мой несказанно любимый, что ты больше не услышишь от меня горьких упреков», писала ему Жюльетта. «Она клялась, что их отношения будут идти в рамках определенных ее возлюбленным, какими бы тесными они ни были. Я хочу быть тебе верным другом, нежным, преданным, смелым, как мужчина, по-матерински заботливым, бескорыстным, ничего не требующим, как ушедший из жизни человек». Самоотверженность супруги никогда не достигала таких высот. С первых же дней Жюльетта принялась за переписку. Святой гнев, неистовое желание засвидетельствовать то, что произошло, поглотило мысли Гюго и должно было излиться. Он решил выразить свое негодование так, чтобы загремела медная струна, стать олицетворением возмущенной совести Франции, человеком долга. Прежде всего нужно было написать очерк о втором декабря, позже названной «История одного преступления». Он начал писать эту книгу на следующий день после приезда в Бельгию. Изгнальники потянулись в Бельгию. Каждый из них делился с ним своим воспоминанием. В гостинице его соседом оказался депутат Версенье, с которым он начал сопротивление перевороту. 19 декабря в Брюссель приехала Адель для того, чтобы получить указания от мужа. Он поручил ей выслать ему из Парижа по подложным адресам и на вымышленные фамилии, прошуры и документы. Александр Дюма, отец, сбежавший от своих кредиторов в Брюссель, обязался организовать пересылку письм. Своим детям и жене Юго проповедовал бережливость. Он считал себя разоренным. Ему нравилось говорить об этом. Премьер-министр Бельгии Розьев преподнес ему в дар рубашки. Он взял их. Несомненно, господин Бонапарт, включивший его в официальный список изгнанных, мог бы конфисковать ему имущество, как движимое, так и недвижимое. Но этого не сделали. Адель легко получила гонорар своего мужа через общество литераторов и даже его жаловния академика, тысячи франков в год. Правительство не хотело выставить себя на посмешище преследованием великого поэта. Его жена без особого труда перевела ему 300 тысяч франков ренты, которую он, как заботливый отец семейства и осторожный капиталист, тотчас же превратил в акции Королевского банка Бельгии. В то время эта система сбережений была новой. О ней сообщил Гюго, бургомистр Брюсселя Шарльз де Брукер, навещавший его почти каждый день. Он-то и сказал доверительно своему другу, Гюго не так уж беден, каким хочет казаться. Он пустился в плавание не без запаса сухарей. Как мне известно, у него кое-что есть в кубышке. Однако своей жене Гюго писал, «Мы — бедные, нужно достойно пройти путь, который, возможно, будет коротким, но может быть и долгим. Я ношу старые ботинки и старый костюм, в этом нет ничего особенного. Ты претерпеваешь лишения, даже страдания, часто крайнюю нужду. Это не так легко, потому что ты женщина и мать, но ты это делаешь, не теряя присутствия духа и благородства». Многие потешались над этой нуждой, на груди золота, над тем, что ее обладатель торгуется с сыновьями, осигнуя им деньги на карманные расходы. Франсуа Виктор получал всего лишь 25 франков в месяц. Над жалкой койкой владельца акций банка. Это поведение поэта объясняли тремя причинами. Первая причина — Гюгот исковал о прежней своей бедности. Ему, знаменитому писателю, все вспоминали с молодые годы, мансарда на улице Драгуна. Ему хотелось восстановить атмосферу юности и лишить себя роскоши, в которой у него не было любви в сердце. В конце декабря он переехал из гостиницы в дом номер 16 на Большой площади, где он снял комнату почти без мебели. Там стояли диван, стол, зеркало, чугунная печка и шесть стульев. Он платил за нее 100 франков в месяц и питался лишь один раз в день. И Жюльетта, бюджет которой составлял 150 франков в месяц, находила, что он исхудал и заставляла свою служанку Сюзанну подавать ему каждое утро чашку шоколада. Вторая причина. Он хотел жить лишь на получаемые доходы, не прикасаясь к деньгам, лежащим в банке, для того, чтобы после своей смерти обеспечить жену и детей, так как им самим не заработать на жизни. Он обещал быть щедрее, когда сможет продать рукописи. Третья причина. Для договоров с бельгийскими английскими издателями ему хотелось показать, что он в них не нуждается, что он способен жить на 1200 франков в год. Но при всех этих обстоятельствах нам ясно, что у него было инстинктивное стремление к бережливости, к тому, чтобы в его бюджете доходы превышали расходы и создавались накопления, гарантирующие обеспеченность. Эти черты, несомненно, были у Гюго, их нельзя отрицать, но нельзя и осуждать его за них. В Париже Адель вела себя как достойная супруга-изгнанника. Она больше гордилась политической деятельностью мужа, чем его славой поэта. Верные друзья навещали ее, сочувствовали и восторгались отвагой, проявленной Гюго на улицах, когда он боролся против государственного переворота. Адель Виктору Гюго. Республиканцы удивлены. Они говорили «Гюго, несомненно, человек прогресса, блестящий оратор, великый мыслитель, но можно ли ожидать от него действий в решающую минуту?» Некоторые сомневались в этом. Теперь после серьезного испытания они восхищены тобой и сожалеют, что у них были сомнения. Так же, как и Гюго, она находила утешение в том, что вела себя благородно. «Жизнь моя жестоко омрачилась, сердцу больно, что ты изгнан, что сыновья мои и друзья в тюрьме, и все же я не падаю духом. То, что меня печалит, приходящее, то, что составляет мое истинное счастье, навсегда принадлежит мне». Оставаясь в Париже, она могла быть полезной своему господину и повелителю, сообщать ему о ходе событий и, кстати, приобрести благодаря этому некоторое превосходство над этим властным человеком. На самом деле она сообщала ему сбивчивые и путанные сведения. То она говорила, что режим очень недолговечен, то, наоборот, что Луи Наполеон готовится к вторжению из Бельгию и намерен арестовать изгнанников. «Во Франции никто не будет протестовать, никто не придет тебе на помощь». Она советовала мужу уехать в Лондон. Такого же мнения держался и Франсуа Гюго, который писал из тюрьмы «Уезжай в Англию, там тебя прекрасно встретят. К тому же ты знаком с Кобденом и с английскими делегатами Конгресса мира. Они могут послужить тебе проводниками в общественных кругах, если понадобится». В изгнании находились в Лондоне Луи Блан и Пьер Леру, которые убеждали его основать вместе с ними газету. Он же не хотел к ним присоединяться. «Это лишит меня возможности действовать самостоятельно. Это может до некоторой степени изменить мою непосредственную цель». К тому же он не знал английского языка и предпочитал поселиться на англо-норманских островах, где, по крайней мере, говорили по-французски. Адель, естественно, была разгневана, узнав, что Жюльетта находится в Брюсселе. Но тут уж Гюго был непоколебим. «То, что Адель сказал Мерису, бессмыслица. Особа, о которой он говорил, находится здесь. Но ведь она спасла мне жизнь, и позднее вы об этом узнаете. Если бы не она, то меня схватили бы и расстреляли в самые страшные дни. В течение двадцати лет она проявляла величайшую преданность. Этого никому не удастся опровергнуть. К тому же она всегда полна была самоотверженностью и бескорыстием. Без нее, клянусь тебе, как перед Богом, я бы погиб, либо тотчас же был отправлен в ссылку». Адель перестала укорять его, но не оставила в покое бедную Жюльетту. Зато она покровительствовала ласковой Леонида Нэ. Виктор Гюго писал жене. «Безмерно благодарю тебя за все, что ты сделала. «Сделай все, что ты можешь для госпожи О. Я перед ней в долгу и очень хочу уплатить этот долг. Я растроган твоей добротой и подлинным благородством того, что ты говоришь по этому поводу». Кстати сказать, Виктор Гюго и сам переписывался с бывшей госпожой Биар, которая тоже требовала субсидий. Гюго писал ей. «Сейчас самые надежные мои получения три векселя от издательства Ашет в общей сумме на 7000 франков. Я перевожу их на вас. Учесть их будет очень легко. Что касается тысячи франков, которую вы желаете получить сверх того, вы ее получите непосредственно от меня. Не будем произносить слово «в долг». Я вам их дам и благодарю вас за то, что вы их возьмете. Известите меня о получении денег». Таким образом, проповеди обережливости не относились к блондинке с томными глазами. И она одна получила больше троих его детей. Заботливый отец семейства благоразумно помещал свои капиталы, но странно распределял свои доходы. Адель, ставшая доверенным лицом мужа, считала себя обязанной укрыть от нескромного любопытства посторонних его письма и всякие бумаги, касающиеся интимной жизни поэта. В ночном столике Гюгор скопила столько интимных писем, что ящик закрывался с трудом. Адель, безразличная к столь многочисленным доказательствам неверности мужа, сожалела лишь о том, что ящик не был заперт на ключ. «Я должна тебя побронить», — писала она мужу. «Слуги могли прочесть эти письма и даже украсть некоторые, если бы захотели. Надеюсь, что этого не случилось, так как ящик не очень заметен». Больше всего волнения ей доставляли детям. Для Дэ-Дэ, младшей дочери Адели, девушки на выданье, ей уже было 22 года, было ужасным внезапное изгнание семейства Гюго из высшего света, который, как говорится, примкнул к победоносной власти и отверг керетиков. Она замкнулась в мире музыки и мечтаний. Виктор Гюго писал жене, «Скажи моей маленькой Адели, что я не желал бы, чтобы она худела и чахла. Пусть она успокоится. Будущее принадлежит доброму». Маленькая Адель в то время вела дневник. Если бы отец захотел с ним познакомиться, он прочел бы там. Сент-Бех опять стал навещать нас, подолгу разговаривает. «Я презираю политику», — заявил он. «Лучше сказать, я в нее не верю. Он должен был прислать нам статью в Сальвандии от Джерси». Толстяк Шарль, освобожденный из тюрьмы в январе 1852 года, направился к своему отцу Брюссель. Они занимали две комнаты на большой площади в доме номер 16. Из их окон открывался восхитительный вид. Старинные дома с островерхими крышами, позолоченными коньками, с резными фасадами. Что не фасад, то красота, строфа стихотворения и дата прошлого. Ратуша — ослепительная поэтическая фантазия, возникшая в голове архитектора. Шарль Гюго унаследовала от матери некоторую вялость. Он много спал, работал мало. Его содержание стоило отцу 100 франков в месяц. У изгнанника это вызывало постоянное раздражение. Второй сын, Франсуа Виктор, тоже вскоре был освобожден по ходатайству перед президентом со стороны принца Наполеона, прозванного Плонплоном. «Кодатайству непрошенному», — подчеркнула Адель, однако это ветвь семейства Бонапарта питала неизменную привязанность к Юго, и бывший король Жером, став председателем Сената, всегда приглашал Адель на свои приемы. «Не стоит сердиться на этого беднягу, он нас любит. Он хотел бы при моем посредничестве помириться с вами. Он счастлив, он желал бы, чтобы все жили в дружбе и тратили с ним его миллионы». Госпожа Юго сообщала мужу, что она не брошена друзьями на произвол судьбы. Добрый, деликатный, чуткий Вильмен пришел предложить услуги Академии и денежную помощь. Адель Виктору Юго, 18 января 1852 года. Вильмен к тому же сказал, «Юго велик, отважен и предан своим идеям. Я завидую ему и восхищаюсь им. Но помните, я не раз говорил, взяв его под руку, что он заблуждается, верев решающую роль народа. Впрочем, это благородное заблуждение. Я ответила, что будущее за народом, что не следует судить о народе по недавним событиям. Ведь тогда сказались растерянность, усталость и тяжелые воспоминания об июньских днях». Перед уходом Вильмен вдруг обратился ко мне с неожиданным предложением. «Я ваш давний друг и надею, что мое предложение не обидит вас. Ваш муж был захвачен врасплох и уехал внезапно, не успев привести в порядок свои дела. Все сопряжено для семьи с расходами. Мне не хотелось бы, чтобы такая женщина, как вы, живя в горестных заботах, испытывала бы вдобавок и нужду в деньгах. Я принес вам 2500 франков. «Пожалуйста, возьмите их в долг, только в долг, мадам. Приняв их, вы мне окажете большую услугу, ведь в конечном счете эти деньги в ваших руках. В руках Гюго будут сохраннее, чем в моих». Госпожа Гюго решительно отказала. «У меня есть некоторая гордость. Если она задета, я бываю довольно резкой. Боюсь, что я ответила ему не очень деликатно». Ее часто навещали Беранже и Абель Гюго, которого его знаменитый брат после смерти Ажена совсем забыл. Но Абель не проявил никакой обиды, вел себя чудесно. Обе Адели жили в одной комнате. Сгриф камин не кокс, а не дрова, чтобы не выходить в расходах из рамок, которые ты нам установил. За столом у нас бывает только самое дешевое вино. Но зато на улицах многие люди, прежде совсем незнакомые, почтительно кланялись госпоже Гюго. Это было для нее наградой. В Брюсселе Гюго трудился с великим усердием, и работа спорилась у него, как это бывает у страстных натур в дни вдохновения. В апреле распространили слухи, что Гюго дано разрешение вернуться на родину. Он опубликовал следующее заявление. Виктор Гюго некогда добился разрешения на въезд во Францию господина Бонапарта, а для себя Гюго не намерен просить разрешения у Бонапарта. Он отказался от мысли завершить в мае работу над историей 2 декабря. Не доставало многих материалов. Он мог бы издать эту книгу не полностью, но ни один издатель не осмелился бы купить у него рукопись. Биргийские власти не позволили бы ее опубликовать, боясь возмездия могущественного соседа. Он решил написать и мгновенно издать короткий памфлет «Наполеон Малый». Это была потрясающая импровизация, обвинительная речь в духе классической римской традиции «Плавность Цицерона, вродительность Тацита, статира Ювенала». Это проза поэта, ритмическая и прерывистая, проникнутая яростной страстью и умом, что составляет красоту поэзии. Стиль книги напоминал то гневное обличение пророка, то беспощадную иронию свинца. Прежде всего, господин Бонапарт, вам следовало бы хоть немного познакомиться с тем, что такое человеческая совесть. Есть на свете две вещи, которые называются добро и зло. Для вас эта новость придется вам объяснить. Лгать – нехорошо, предавать – дурно, убивать – совсем скверно. Хоть оно и полезно, но это запрещено. Да, сударь, запрещено. Кто противостоит этому? Кто не разрешает? Кто запрещает? Господин Бонапарт, можно быть хозяином, получить 8 миллионов голосов за свои преступления и 12 миллионов франков за карманные расходы, везти в Сенат и посадить туда Сибура. Можно иметь армию, пушки, крепости, троллонов, которые будут ползать перед вами на брюхи, и бароши, которые будут ходить на четвереньках. Можно быть деспотом, можно быть всемогущим. И вот некто невидимый в темноте, прохожий, незнакомец, встанет перед вами и скажет «Этого ты не сделаешь». Виктор Гюго, Наполеон Малый, примечание редакции. Для того, чтобы беспрерывно работать в течение дня, Гюго отказался от обедов и семейных торжеств, являвшихся утешением для изгнанников. Изгнанник по воле судьбы и поврожденной склонности, он чувствовал себя почти счастливым. Никогда у меня не было так легко на сердце, никогда я не был так доволен. Он знал, что несчастье, которое он переживал, возвышает его в глазах французов. Жюль Жанен ему писал «Вы наш руководитель и наш Бог. В вас воплощены возрождение и жизнь. Стоило вам только немного удалиться и испытать несчастье, как все увидели ваше величие». Всего лишь три дня назад, когда Сен-Марк Жерарден на своей кафедре в Старбонне просто упомянул ваше имя, приводя примеры риторики, сразу же раздались дружные рукоплескания в честь этого прославленного, этого великого имени. Одному из корреспондентов Гюго сказал «Не я подвергаюсь преследованиям, преследують свободу». «Не я в изгнании, в изгнании Франция». Он встречался с некоторыми изгнанниками Шельшером, полковником Шаррасом, крупным военным ученым, благородным человеком, Жерарденом. С издателем Эцелем, изгнанником, воинствующим республиканцем, верным другом и хорошим писателем он составил проект «Воздвигнуть литературную крепость, из которой писатели и издатели откроют огонь по Бонапарту». Жюль Эцел, издатель сочинений Бальзака и Жорж Санд, казался подходящей фигурой для того, чтобы осуществить техническое руководство этим предприятием. Возможно ли подобное начинание в Бельгии? Это было небезопасно. Императорская полиция оказывала давление на бельгийскую магистратуру. «Если не в Брюсселе, то его следует основать на Джерси», — говорил Гюго. А бедная Жюльетта встречалась со своим Виктором еще реже, чем в Париже. Она посылала Сюзанну на Большую площадь и отнести к Гюго что-нибудь вкусненькое, продолжала писать свои заметки, отмечала знаменательные для нее годовщины и все же думала, зачем придерживаться традиции и отмечать день первой любовной встречи, когда у него любви ко мне уже нет, а есть только долг, чувство жалости, человеческое уважение. Не лучше ли отказаться от всех этих ребячеств, которые так не подходят к моим седым волосам? Есть цвета, оттенки и наряды, которые не подходят пожилым женщинам. Жюльетта постарела до времени. В 46 лет раздалась, отяжелела. Сознавая этот упадок, она делала трогательные усилия отречься от прежней своей роли, принося ее в жертву приличием, обязательным для изгнанника. Гюго довольно сурово запретил ей приходить к нему, меж тем, как он принимал у себя всяких любопытствующих, равнодушных и праздных людей. Ты даже не замечаешь, сколько жестокости и несправедливости в твоем пренебрежении ко мне. Тебе твое самолюбие важнее моего страдающего сердца. Гюго совсем отдалился от нее в Брюсселе и проявлял там в течение двух месяцев необыкновенную воздержанность, которая, впрочем, была ему свойственна уже давно, уже целых восемь лет, жаловалась Жюльетта. Относился ли он так к другим женщинам? У нее были все основания сомневаться в этом. Наберитесь смелости, сказала она ему, и признайтесь раз и навсегда в своем физическом и моральном непостоянстве. Я помню время, когда ты любил только меня, но помню также день, когда ты под предлогом недомогания впервые оставил меня одну, но все объяснилось просто, ты улегся другой. Ожидая его, служанка-любовница переписывала Наполеона Малого, штопала носки своего дорогого и смотрела, как в небе проплывают облака. Все же Гюгос милостивился над ней. Когда Леонида в январе 1852 года вздумала приехать к нему в Рюстель, он сразу же забил тревогу, обратившись за содействием к жене, своей союзнице. Виктор Аделе Гюго. Она намерена выехать 24-го. Пойди к ней точнее же и постарайся ее образуять. Необдуманный поступок в такой момент может повести к серьезным неприятностям. Теперь все смотрят на меня. Моя жизнь, полная трудов и лишений, проходит у всех на виду. Я пользуюсь всеобщим уважением, которое проявляется даже на улицах. Ничего не нужно изменять в данных условиях. Скажи ей все это. Обращайся с ней ласково, касайся с осторожностью всего, что наболело в ней. Она легкомысленно. Не показывай ей это письмо, сожги его сразу же. Скажи, что я напишу ей по тому адресу, который она мне дала. Удержи ее от безрассудства. Адель, возгордившаяся тем, что ее роль внезапно возросла, сразу же ответила мужу, «Будь совершенно спокоен. Я только что пришла от госпожи Оне, ручаюсь, что она не поедет». Я написала Уссе, попросила его назначить мне время для делового разговора о путешествии. Готье, Уссе и еще два сотрудника являются главными лицами в ревью. Я вызову госпожи Оне интерес к искусству. Это увлекательное, благородное занятие и надеюсь, целиком захвачит ее. Ты со своей стороны должен подбадривать ее в письмах, которые доставят удовлетворение, если не ее сердце, то ее гордости. Пусть она будет сестрой души твоей. Я знаю, у тебя очень мало свободного времени, но все же пиши ей изредка, хоть по нескольку строк. Может быть, это ее успокоит. Дорогой мой друг, я слежу за ней. Работай спокойно и не волнуйся. Завоевать сердце этой молодой женщины не представило особой трудности. Труднее было убедить, что можно обойтись без нее. Леоне упорствовала Виктору Гюго жене 24 января 1852 года. Сегодня утром я опять получил письмо от госпожи Д.О. она решительно заявляет, что приедет сюда хотя бы на несколько дней, грозится, что сделает это, ничего не сказав тебе. Нет, нет, мой друг, тебе необходимо с ней повидаться и отговорить ее от этой поездки. Без рассудства никогда ничего хорошего не приносит. Зная ее опрометчивость, я и не хочу ей писать. Я, кажется, сделал все, что она хотела, чтобы ее успокоить, использовал все средства, но она теперь желает еще получать от меня письма, адресованные лично ей. При ее повадках в этом немалая опасность, она ведь все рассказывает всем и каждому. В Париже говорят обо всем решительно, но в Брюсселе, где я живу на глазах у людей, не принято разглашать то, о чем без стеснения болтают в Париже. Повидай госпожу Д.О., последи за ней, она собирается приехать, невзирая даже на то, что здесь находится Шарль. Внуши ей, что это немыслимо, ведь я тогда вынужден буду немедленно покинуть Брюссель, воспрепятствую ее поездке, право, это было бы сущее безумие. Наконец, госпожа Гюго уверила мужа, что опасность миновала, и он похвалил свою посредницу. Прежде всего хочу сказать, что ты благородная и милая женщина. У меня слезы навертываются на глаза, когда я читаю твои письма. Они проникнуты достоинством, волей, мужеством, рассудительностью, спокойствием, нежностью. Ты прекрасно разбираешься в политике, ты правильно воспринимаешь события и умно рассуждаешь о них. А когда заговоришь о делах или о семье, во всем чувствуется высокая и добрая душа. А павла постигшая мужа иногда бывает удачей для жены. В несчастье открылась истинная натура Адели Гюго. С января до апреля 1852 года в жизнь ее супруга перемен не было. Работа, непрестанный труд, обеды за таблюдотом гостиницы в обществе Александра Дюма, Нуэля Парте, Шарля Гюго, иногда и с Эдгаром Кене. Беспокоил их всех Жерарден, изгнанник с шапкими взглядами. На него нападали иногда бонапартистские настроения, и он иронически говорил Виктору Гюго, «Моя жена такая же красная, как и вы, и тоже заявляет, он бандит». Короче говоря, Жерарден уже готов был еще раз вывернуться наизнанку и приспособиться к новому режиму. Приспособленчество бывает у некоторых призванием, Врач Герцогини Орлеанской Ноэль Гюене де Мюсси приехал в Брюссель, сообщил Гюго, что принцесса с грустью вспоминает о нем. Как, неужели он не будет нашим другом? Гюго ответил, что он, питая за Герцогиней Орлеанской, глубокое чувство симпатии, уважения, но добавил, что он навсегда принадлежит республике, что между ним и семьей Герцога Орлеанских нет и не будет общих интересов. Об общих интересах в прошлом ни слова. Стало очевидным, что если Наполеон Малый будет напечатан, то возникнет прямая опасность для семьи Гюго, а также для его имущества, находящегося во Франции. Правительство издало закон против злоупотреблений прессы, по которому виновные в них французы, даже живущие за границей, подвергали штрафу и конфискации имущества. И вот у Гюго возникло решение перевести всю свою семью в Брюссель, если будет получено на то разрешение бельгийского правительства, либо же на остров Джерси, если в Бельгии, как ему сообщил Брукер, будет издан закон, запрещающий оскорбительные выпады против главы дружественного государства, что, несомненно, грозило высылкой из страны. Вначале он решил переправить из Парижа на Джерси всю свою мебель, ему дороги были вещи, с любовью приобретавшиеся им у антикваров, венецианское стекло, медные кувшины, фаянсовые блюда. Адель нашла эту затею бессмысленной. Зачем надолго устраиваться в чужом краю? Надо быть всегда готовым сняться с места, ведь уже два раза события изгоняли нас из дому, это может случиться и в третий раз. Если перевозить мебель на Джерси, придется израсходовать много денег на упаковку и на отправку вещей. Вспомнив, что для переезда на другую квартиру нам потребовалось 18 фургонов, а с тех пор имущество нас, пожалуй, стало больше. Адель советовала передать кому-нибудь квартиру по улице Тур-да-Верни и продать торгов роскошную готическую мебель, весь старый хлам, приводивший ее в ужас, и всю библиотеку, в том числе первое издание Ронсара. В этой поспешной распродаже всех вещей Адель не пощадила и подарка Сент-Бёва, с которым были связаны у нее воспоминания о годах несчастья. Госпоже Юго временному главе семейства было поручено подготовить распродажу, составить каталог вещей, опубликовать объявления в газетах, тщательно просмотреть все находившиеся на чердаке шкафы и столы, так как ящики в них тоже были заполнены интимными письмами. Исполнив эти обязанности, завершив распродажу, получив деньги, она должна была вместе с Тотой и Де-Де, Шарль уже жил вместе с отцом, укрыться в надежном месте, прежде чем заговорщик успеет метнуть бомбу. Юго с нетерпением ждал этой блаженной минуты. Он знал, что памфлет Наполеон Малый ему очень удался. В Брюсселе изгнанники, такие как генерал Ламорисиер, каждый день приходили к нему послушать несколько страниц, насладиться силой карающего слова. Излившаяся в нем ненависть дарила им невыразимую отраду. Распродажа с аукциона всего имущества могла бы вызвать у его хозяев глубокое огорчение, но для Гюго публично приносимая жертва освещала этот торг. Адель же радовала мысли, что она может отплатить мужу, упрекая его в том, что он собрал какие-то щербатые, совсем неценные блюда, фарфоровые вазы с изъянами. Ты ничего не понимал, когда разыскивал все эти вещи, покупал потертые ткани, надбитый треснувший фаян. Покупать всякое старье, ведь это бросать деньги на ветер. Она торжествовала, доказывая, что любовь к старине дорого обошлась. Нужно сказать, что она ненавидела все эти случайные вещи, купленные при участии Жюльетты в антикварной лавке на улице Де Лап. Распродажа дала всего лишь 15 тысяч франков. Друзья, однако, дорого платили за вещи, находившиеся на рабочем столе поэта. Словарь Академии был продан за 26 франков, впечатка Виктору Гюго пошла за 101 франк, разрезной нож за 24 франка. Первое издание Рансара было записано в каталоге под номером 26. Оно досталось за 120 франков госпоже Блэзо, владелица книжной лавки с улицы Грамон. Она перепродала его за 150 франков Шарль Жеро, министру народного образования. Юль Жанен напечатал об этом аукционе в журнале Де Деба, смелый фильетон. Зачем писал он были необходимы поэту, влюбленному в художественную форму и колорит, все эти богатства? Зачем? Лишь для того, чтобы они попали в список продаваемых вещей и для того, чтобы цены и громко выкрикивал пристав на аукционе. Милое сердце украшения дома, предметы убранства комнат, кончено. Уже расклеено на стенах объявление распродажи, распространен среди любителей каталог. Всякому встречному и поперечному открыт теперь этот музей, покупай в нем что хочешь. Стоило ли друг любить красивые и старинные вещи? Стоило ли восхищаться ими? Смотри, с тобой обращаются как с расточителем, как с умершим человеком, у которого не осталось детей. Газета несчастьем. В тот день, когда произошла распродажа, среда 9 июня 1852 года, мужественный Жюль Жанен уже в ночной час вторично пришел на улицу Тур-де-Вен. Жюль Жанен Виктор Угюго. Вокруг вашего дома царила тишина. Звезда, ваша любимая звезда, как будто для вас лила свой голубой свет в маленький садик, куда вы бывало выходили по вечерам. Одно окно было открыто, в нем виднелся неподвижный силуэт. Какая-то женщина в белом спокойно и внимательно смотрела в молчании на город, который ей нужно будет завтра покинуть. Вероятно, там задумалась ваша дочь. У другого закрытого окна тихо разговаривали друг с другом ваша жена и ваш сын. Разговаривали спокойно и печально. Слов не было слышно, но легко было понять, о чем они говорят. Они прощали с родным своим гнездом, с милым приютом, озаренным отцовской славой. О, кто бы мог подумать в великие дни великих битв, когда Адель Гюго приветствовали словно королеву и когда ее муж торжествовал и царствовал. Кто бы мог подумать, что мы расстанемся с нею и что она отправится в изгнание. И так решение было принято. 25 июля Гюго в письме торопил жену, просил ее направиться прямо в Сен-Хеллиер, главный город острова Джерси. Он сам до опубликования закона Федера, по которому его должны были выслать из страны, не желая дольше возлагать на Бельгию опасное бремя своего пребывания в ней, отплыл на пароходе вместе с Шарлем 1 августа, после того, как под его председательством состоялся банкет изгнанников. Жанен приехал в Брюстель, чтобы попрощаться с ним. На площади из расположенной здесь мрачной лавки открывалась узкая дверь на лестницу, ведущую в коморку, где ютился этот Пэр Франц, этот трибун, этот кавалер ордена Золотого Руна, врожденный рыцарь Золотого Руна и Грант Испании, творец Ирнани и Рюи Блаза. Дверь была не заперта, люди входили к изгнаннику, как когда-то к поэту. Он спал, распростершись на ковре. Спал так крепко, что не слышал моих шагов, и я мог беспрепятственно любоваться им, его могучим телосложением, могучей грудью, где жизнь и дыхание занимали обширное место, его открытым лбом, его руками достойными держать волшебную палочку феи. Одним словом, я увидел его всего, этого доблестного полководца великих дней. Он спал спокойно, как ребенок, таким ровным и тихим было его дыхание. То был сон человека со спокойной совестью. Морская терраса Джерси на робких волнах дремлет, накрывшись голубым плащом, и вид Сицилии приемлет в лазурном рубище своем. Виктор Гюго. Перевод Ваксмассера. Примечание редакции. Август 1852 года. Жарким летом три путешественника, госпожа Гюго, ее верный рыцарь Агюст Вакири и дочь Адель высадились на острове Джерси. Они проехали через Таутгемптон, где с отвращением впервые попробовали розбив. Им показалось, что выезженные солнцем окрестности Сент-Хелиэра страшно похожи на остров Святой Елены. Через два дня к ним в гостиницу «Золотое яблоко» приехали Виктор Гюго и Шарль. Находившиеся в городе многочисленные изгнанники, менее значительные, нежели брюссельские, отправились в порт встречать коэта и, смешавшись с толпой местных жителей, горячо приветствовали его. Госпожа Гюго нашла, что ее муж и сын заметно пополнили. Одетый с нарочитой небрежностью, Виктор Гюго был неузнаваем. Светский человек, красиво причёсанный и изящный, превратился в грубого рабочего. В его горящем пристальном взгляде, в измученном, постаревшем лице было что-то странное, минутами он казался каким-то одержимым. Но вскоре к нему вернулись и прежняя веселость, и здравый смысл. остров, когда изгнанники его узнали, понравился им. Виктор Гюго полковнику Шаррасу в Брюсселе «Если на свете существуют очаровательные места изгнания, то Джерси надо отнести к их числу. Тут всё дико и приветливо, кругом море, в суше всего восемь квадратных миль, и на ней бунная разросла зелень. Я поселился здесь, в белой хижине на берегу моря. Из своего окна я вижу Францию, в той стороне восходит солнце. Доброе предзнаменование». «Говорят, моя книжечка просачивается во Францию, капля за каплей бьёт по Бонапарту. Быть может, в конце концов она пробьёт в нём дыру. С тех пор, как я сюда приехал, мне оказали честь, устроив в Сен-Мало количество таможенников, жандармов и шпиков. Этот болван велел выстроить целый лес штыков, чтобы помешать высадиться на берег одной книги». Остров представлял собой ярко-зелёный сад со множеством опрятных домиков, а внизу раскинул с моря. Вскоре в семействе Гюго возникли разногласия. Спорили о том, где поселиться. Виктору Гюго хотела жить на берегу моря, а дочери остаться в Сен-Хиллере. Шарли привлекали возвышенность, дикый, суровый пейзаж. Верх одержало желание pater familias, отца семейства, латынь, приличание редакции. И был снят уединённый дом на берегу моря, морская терраса. Это был, как рассказывал Гюго, впоследствии белый тяжёлый куб, напоминавший гробницу. А на самом деле прелестный дом, вернее, вилла, с террасой, садом и огородом. Ничего мрачного в нём не было. Жюльетта Друэ, приехавшая на другом пакетботе ради приличия и потребления госпожи Гюго, сначала жила в гостинице, а затем поселилась в небольшом коттедже, который носил пышные названия Нельсон Холл. Жюльетта Виктору Гюго 10 августа 1852 года. Посмотрим, лучше ли вас будет вдохновлять океан, чем большая площадь в Брюсселе, и чаще ли вы станете оказывать честь своими посещениями моему коттеджу, нежели квартире на улице Сент-Юбер. Виктор Гюго полковнику Шаррасу Морская терраса 24 января 1853 года. Нет ничего более приятного, нежели ваш внушительный властный призыв «Мужайтесь» в разгар моей битвы. Мне вспомнилось доброе время, когда вы сидели позади меня в зале национального собрания. Я часто вспоминаю отрадные часы, проведенные в Брюсселе, отрадные даже в изгнании, потому что его скрашивала дружба, наши вечера, наши мечты, наши беседы. Это все еще была Франция. Увы, здесь этого нет. Я живу в деревне, отрезанной от города дождем и туманами, живу лицом к лицу с грохочущим морем и светлой улыбкой Бога. Впрочем, этого достаточно. Существование всего этого маленького мирка зависело от одного пера и одного мозга. Нужно было издавать, но что? У Гюго был подготовлен сборник созерцаний и любви и скорби, Жюльетта и Леопольдина. Но разве возможно в момент острых политических волнений предлагать публике лирические стихи? Этсель не советовала делать этого, да и сам автор не помышлял об этом. Нельзя же было в дни гнева отказываться от того настроения, которым был проникнут Наполеон Малый. Во Францию книга ввозилась в виде тетрадок, напечатанных на тонкой бумаге и спрятанных в чемоданах с двойным дном, а иногда даже в колах-дюстах Наполеона Третьего. Она вызывала восторг. В Турине ее читал вслух Александр Дюма. Все были увлечены, все восхищались. На английском языке Наполеон Де Виттл вышел в свет тиражом в 70 тысяч экземпляров. Она была издана и на испанском языке Наполеон Эль Пеквено. Напечатанный во всем мире миллионным тиражом, памфлет Гюго символизировал собой победу разума над насилием. Если люди боятся вступать в борьбу, им все же легче становится от того, что нашли смельчаки, выразившие ненависть к насильникам. Стало быть, нужно говорить о том же, но в стихах. Негодяй поджарен с одной стороны, я его переверну на сковороде. И вот мистовый поэт бродит вдоль берега, подле утеса розель, поднимается на дюны, там его можно было увидеть днем и ночью. Всю осень днем кипело негодование, порождавшее замечательные стихи. То было время, когда он создал не только тулон, нокс, ночь, латынь, примечание редакции, искупление, но и такие поэмы, как «Сурвис», первые встречи Христа с гробницей. С ноября 1852 года вместе с теми стихами, которые он написал в Париже против богатых людей, у него уже собралось 1600 стихотворных строк. Он же хотел иметь 3000 строк. Стихи, сарказмы и проклятий, всякое изгнание к лишенной возможности действовать, теряет чувство меры, что часто делает его плохим политиком, но иногда великим поэтом. Свидетельство тому Данте. И так же, как Данте, Гюго излил свой гнев, выразив его в художественной форме. Какое название дать сборнику поэм, осуждавших государственные преступления? Он колебался. Песнь мщения, мстительницы, мстительные рифмы, и, наконец, решился назвать «Возмездие». Я напрягаю паруса, чтобы скорее завершить книгу. Нужно торопиться, ибо Бонапарт, мне кажется, уже протух, недолго ему царствует. Империя возвела его на пьедестал, женитьба на Монтихо его прикончит. Стало быть, мы должны спешить. Иллюзии изгнанника то обманчивые, то верные догадки. Весной 1853 года он написал поэмы «Сила вещей», «Императорская мантия». Потом, собрав все эти стихи, он начал располагать их в стройном порядке, по плану, возникшему лишь в конце работы. Книга отличалась породительным разнообразием интонации. Она была проникнута единым мощным чувством негодования. В связи с этим можно вспомнить трагические поэмы «Добенье», «Мини по высотиру», «Тацита» и в особенности «Ювенала». Но Гюго превзошел и благодаря силе обличения, ритмическим новшеством, поэтичности языка, глубине иронии, этническому размаху. Его сатиры подрывают и разрушают устои власти. Эпопея уносит всю эту рухлить. Книга «Возмездие» обращала взгляд к прошлой славе, обличала позорную современность, воспевала светлую надежду. Эстер сожалел, что книга полна неистовства. Гюго объяснял, «Небывалочными уколами надо воздействовать на умы людей. Быть может, я приведу в ужас буржуа. Какое мне до этого дело, если я смогу пробудить народ? Санте, Тацит, Иеремия, Давид, Исайя, разве они не были неистовыми? Когда мы будем победителями, мы станем более сдержанными». Все мои поэмы были не так уж разнообразными. Мы тут найдем противопоставление дяди и племянника, героя и бандита, подлость тех, кто воспользовался милостями режима, святого преступления, ужаса преследований, убийства женщин и детей, предсказания и возмездия, поэт, отправляющий на каторгу императора и его клику. Короче говоря, мечта о мисте. Призывая проклятие на Маньяна, Морни, Мопа, он делал это в превосходных стихах и с поразительным искусством рифмуя их имена, навечно заключил их в плен звучание, покарал каторгу и ритма, что еще усиливало воздействие памфлета на читателя. Только Дюго мог достигнуть такого буйного могущества слова. Он мог передать все, плач о ребенке, убитом в ночь на четвертое декабря, ненависть и предрение в песенках на популярные мотивы, коронование на мотив песни Мальбрук в поход собрался, дрожит Париж несчастный, погребальный звон, сегодня в Снотердам звон льется похоронный, но завтра загремит набат. Тут были резкая сатира Охранителя-Возмутителя и воспоминания о героическом времени Орлы-Ваграмские, Вольтера-Край родной, Свобода, Право, Честь присяги боевой, Стихи о военных походах, завершающие с мрачным финалом Искупление и звонкий призыв к пчелам в стихах Императорской мантии. Вы для кого в труде отрада, кого благоуханье сада и воздух горных рек бечет, Кто бурь декабрьских избегает И сок цветочный собирает, Чтоб людям дать душистый мед. Вы вспойны росой прозрачной, И вам, как юный новобрачный, В пеливии приносят дань. Подруги солнечного лета, Золотые пчелы, Дети света, Той маньте и покиньте ткань. Потом в обманщика злодея Вцепитесь гневом пламенея, Чтоб свет померк в его глазах, Его гоните неотступно, И пусть от пчел бежит преступный, Когда людьми владеет страх. Виктор Гюго, собрание сочинений, том двенадцатый, Императорская мантия, Возмездие, перевод Полонский, примечание редакции. Находясь в изгнании, Необходимо быть стойким. Изгнание свое Я с мужеством приемлю, Хоть не видать ему Ни края, Ни конца. И если силы зла Всю завоюют землю, И закрадется страх Бесстрашные сердца, Я буду и тогда Республики солдатом, Меж тысячи бойцов Я непоколебим, С десятки смельчаков Я стану в строй Десятом, Останется один, Клянусь, Я буду им. Виктор Гюго, собрание сочинений, Том двенадцатый, Ультима верба, Возмездие, Перевод Донского, Примечание редакции. Такова была книга, изданная в зиму 1852-1853 годов. Каждая страница ее рукописи была написана отличным почерком. Для Виктора Гюго, который, опираясь на скалу, взывал к океану, к бездне, к пропасти, для Виктора Гюго, который работал, как никогда в своей жизни, облекая свою ненависть в поэтическую форму, время мчалось быстро. Для других изгнаний не было столь вдохновляющим. госпожа Гюго, которая рассталась со своим парижским царством и без особой радости занималась домашним хозяйством, решила писать книгу «Виктор Гюго» по рассказам свидетелей его жизни. С того времени, когда Адель писала письма к жениху, она, общаясь со многими писателями, достигла некоторого успеха в литературе, и к тому же человек, о котором она писала, вполне мог ей помочь. Она имела в своем распоряжении рукопись с воспоминаниями отца и неизданные мемуары генерала Гюго. Некоторые страницы ее книги были переписаны оттуда слово в слово, другие же несколько приукрашены. Особенно трудно далось ей начало. Я пишу о своем муже крайне медленно, ведь я не писательница. Делать записи это еще ничего, но когда нужно, как говорится, их обработать, мне приходится помыщиться. Прежде чем покинуть Париж, она написала письмо Леонида Не. «Итак, будьте мужественны, работайте, достоинство, сила, я бы даже сказала, счастье в труде». Она продолжала и на Джерси оказывать внимание своей подруге и сообщала ей новости о нашем дорогом изгнаннике. Шарль Гюго и Альгюст Вакири, оба речистые и громогласные, блистали перед французами, проживавшими на Джерси, и оба страстно увлекались фотографией. Их до гератипа запечатлели облик Гюго, каким он был тогда, вид суровый, лицо напряженное, немного одутловатое. «Наружность внушительная и мрачная», говорит Клодель, «но за этим внешним обликом чувствуется великая и страдающая душа, и я понял, сразу понял то, что мне родственно в нем, несмотря на грозный и сумрачный его вид». Де-де, хмурая и какая-то растерянная девушка с опущенными глазами, тоже таила в душе страдания. Она занималась музыкой, мечтала о невозможной любви и с трудом переносила затворническую жизнь. Франсуа Виктор остался в Париже. Его удерживало там страстное увлечение Анаисы Ильевен, хорошенькой актрисы из театра Варьете. В этом романе разоряться пришлось не любовнику, а любовнице, так как у него денег не было. Родители его тревожили. Жанен писал им, что Франсуа Виктор компрометирует великое имя. Дюма сын распекал молодого человека. Влюбленная куртизанка, где это видано? Только в романтических драмах. Недурные замечания в устах автора дамы с каминами. Госпожа Гюго помчалась в Париж, чтобы вырвать сына из объятий блудной девы. Ее приезд был праздником для друзей. Но Жанен писал Шарлю Лакрителю. Мне показалось, что госпожа Гюго чересчур мужественна, чересчур спокойна. Ее веселости чувствовалась некоторая бравада. Прекрасная Наиса преследовала своего любовника и Наджерси. Виктору Гюго пришлось вступить с ней в переговоры и откупиться от нее для того, чтобы она уехала. К счастью, он умел говорить с женщинами. Он изобразил жизнь изгнанников в самых мрачных красках и так напугал красавицу, что она отбыла в Варшаву. Франсуа Виктор поплакал о ней, потом утешился и принялся, как все обитатели морской террасы, писать. Темой он избрал историю острова Джерси. Этот дом был настоящей фабрикой по изготовлению книг. Что касается бедняжки Жюльетты, то от соседства святого семейства она стала еще несчастнее. Она видела из окна своего поэта, но он запретил ей заговаривать с ним, когда он идет с женой. Даная не посмела борта раскрыть, ее удерживал непобедимый стыд. Но как она страдала, когда госпожа Гюго шла на прогулку под руку с мужем, и какой роскошью казалось ей тогда красивое шелковое платье Адели по сравнению с нищенскими отрепьями самой Жюльетты. Она страдала. Остров Джерси нравился бритонке, и вновь перед ее глазами было море, как в детстве. Только ей хотелось не быть всегда одной, не искать утешения лишь в пистулечках. Вместо того, чтобы позировать без конца для дагеротипов, вы бы лучше повели меня куда-нибудь прогуляться. Ведь вы могли бы это сделать, писала она Виктору Гюго. Она ревновала поэта к изгнанникам, которому он отдавал много времени. Но что это выдумали ваши ужасные демагоги устроить собрание в такую прекрасную погоду? Зачем сидеть в заперти в душной комнате, когда солнце перемигивается с весной? Да еще с кем сидеть? С существами бородатыми, крючковатыми, волосатыми, лохматыми, горбатыми и туповатыми? Но Гюго изгнанниками, ведь они были его братья, а иные его учителя. Жило с ним тяжело, да еще между ними не было согласия. Одни стали изгнанниками в 1848 году, а другие в 1852 году. Они презирали друг друга, и среди них был грозный Пьер Леру, нераскаивший сокрикун и пророк, мнимый гений, который долго отравлял жизнь Жорж Сант. Гюго называл его Филусов, А Стэндбёв говорил о нем. Я познакомился с Леру, когда он был человеком выдающимся, но с тех пор он очень испортился. Я потерял его из виду, вернее, мы порвали отношения. Он стал Богом, а я простым библиотекарем. Наши пути разошлись. Гюго всячески старался поддерживать единство между изгнанниками. Он произносил речи на похоронах, оказывал помощь нуждавшимся, организовал кассу взаимной помощи. 2 декабря 1852 года французское правительство разрешило возвратиться на родину тем, кто ничего не предпринимал против избранника страны и обещало не подвергать их репрессиям. Кое-кто не выдержал, вернулся, «Они уезжают», говорил Гюго, «уезжают, подписав заявление, что их повратили с пути истинного товарными советами. Я их прощаю и жалею их». Жорж Сант уговаривал своего друга издателя Этцеля вернуться со стороны тех, кто считает унизительным для себя малейший хлопот о возвращении, будет большой заслугой проглотить эту обиду из любви к семье или во имя личного своего долга. Но все семейство Гюго осталось непоколебимым. Шарль Гюго тайком ездил в Кан купить материалы для фотографирования, а к нему там тотчас явился полицейский комиссар и перерыл весь его багаж. Даже на Джерси, даже среди изгнанников были агенты господина Бонапарта. Шпионы кишат при всяком расколе. Шли месяцы, поэт писал стихи для нового возмездия, члены его семьи, музицировали, писали, томили с тоской. Во Франции новый режим начинался в атмосфере роскоши и веселья. Гюго по-прежнему не сомневался в исходе. Вот консул мраморный, его зовут Помпей, с мечом высок и прям, колосс надменный сей, в тенасе римском ждет у сумрачных колонн, и мнится в думу он глубоко погружен. Чего он ждет? О, брут, не гаснет вольный пыл. Пусть Цезарь уж давно Помпея победил, приветствовал народ триумфом полководца, но в вечности Помпей соперника дождется, и в мрачном форуме под роковым концом назначил истукан виданье смертвецом. Перевод Кружкова Примечание редакции Когда появляются духи, говорят столики Мои дни выпечальнее бледных теней Бесконечность как саван над призраком дней Виктор Гюго В сентябре 1853 года в семействе Гюго десять дней гостила прибывшая из Парижа Дельфина де Жерарден и внесла нечто новое в образ жизни обитателей морской террасы Она была давним другом поэта Он видел ее светловолосой юной жизнерадостной девушкой еще в салоне Шарлина Дье Настроенной менее примиренчески чем ее муж она со времени изгнания Гюго поддерживала с ним переписку враждебную по отношению к Бонапарту Малому которого она называла Бустропа Дельфина де Жерарден Виктору Гюго 6 апреля 1853 года Вы помните прелестную Эжени с которой вы так легко разговаривали в моем салоне по-испански Теперь она стала женой Бустропа Такая очаровательная женщина заслуживает лучшего мужа Меня удивляет одно обстоятельство В то время когда она сказала президенту «Да» она уже прочитала вашу книгу Наполеон Малый тайком со всякими предосторожностями но все же прочитала Во мне эта книга вызвала бы некоторое охлаждение к жениху Гюго был очень рад встретиться с госпожой Жерарден и огорчался в виде как она изменилась Только что умер ее близкий друг Да и сама она уже была больна раком который через два года свел ее свел ее в могилу Бледная вся в черном она говорила только о чем нибудь мрачном и казалось находила очарование в смерти Она рассказала изгнанникам об опытах которыми увлекался в то время Париж и вся Европа спиритизм вертящие со столы вызывание духов В начале Гюго был настроен скептически но он был предрасположен к подобным откровениям прежде всего по своей натуре В течение всей жизни у него бывали смутные видения доходившие до галлюцинации Видения приписанные герою повести последний день приговоренного являлись и самому автору Он полагал что все философы встречались во мраке ночи с какими-то непонятными явлениями слышали какие-то стуки в своей комнате Он полагал что можно с уверенностью говорить о предчувствии ведь он сам например пережил состояние глубокой тоски вдруг овладевшие им на острове Олероне в день смерти Леопольдины хотя он еще ничего не знал тогда случившись за катастрофой Клодель утверждал чаще всего им владело чувство ужаса своего рода паническое созерцание короче говоря сверхъестественное казалось ему естественным этому способствовало и заинтересовавшее его учение он верил в бессмертие душ в их постоянное движение в беспрерывное их восхождение от неодушевленного мира к Богу от материи к идеалу почему бы не допустить что плывущие в пространстве нематериальные существа стремятся к общению с нами среда и обстоятельства благоприятствовали таким настроением душевные потрясения вызванные изгнанием непрерывно возникающие тень Леопольдины местные легенды садили слушай что морскую террасу посещают призраки такие например как белая дама в бурю кругом раздавался мощный рев моря когда сгустится мрак бросает ветру лес таинственные звуки гранитный стукан во мгле вздымая руки зловещий видит сон летит за вздохом вздох под мертвенной луной как призрак встал молох Виктор Гюго Джерсти Четыре ветра духа перевод Ваксмахера примечание редакции первый же день дельфина дежирарден за обедом с трансфилом вы здесь вертите столики и предложил произвести опыт Гюго отказался присутствовать стол стоявший на четырех ножках оставался безмолвным дельфина сказала что нужен небольшой круглый столик на одной ножке с тремя подпорками на следующий день она его приобрела на базаре в Сент-Хиллере опять ничего в течение пяти дней она не добилась никакого успеха над ней начали подсмеиваться дельфина в сердцах сказала духи ведь не то что лошади в фиакре ожидающие когда они понадобятся человеку они свободны и появляются лишь когда им заблагорассудится к тому же хозяин дома не пожелал присутствовать приопытов чтобы не огорчать гостью Дюго наконец согласился вскоре стол затрещал задрожал начал двигаться есть ли здесь кто-нибудь спросила госпожа Жирарден последовал стук а затем ответ да кто стол ответил Леопольдина скорбное чувство охватило всех Адель зарыдала Виктор Гюго был взволнован вся ночь прошла в разговорах с милым призраком наконец она попрощалась с нами пишет вакири и столик больше не двигался потрясенный Виктор Гюго замер устремив засыпший взгляд куда-то вдаль пытаясь проникнуть в мрак неведомого мы ловим каждый звук в пространствах опустелых мы слышим бродит дух в таинственных пределах и темнота грожит порой в плену ночей в унылой мгле бездонной нам видится огнем зловещим озаренный вход в вечность приоткрыт Виктор Гюго на пороге бесконечности созерцание перевод ваксмахера примечание редакции того дня прошло больше года и обитатели морской террасы не переставали общаться с призраками госпожа Гюго без труда поверила в них ведь я издавна разговариваю с душами усопших признавалась она вертящиеся в столике подтвердили что я не заблуждаюсь вечерами на спиритических сеансах кроме членов семьи присутствовали и изгнанники генерал Лесло горбатый Эннеда Кеслер венгер Телеки целая вереница духов отвечала на вопросы Мольер Шекспир Анакрионт Дан Террасин Марат Шарлотта Корде Латют Магомед Иисус Христос Платон Исаия а за ними и животные лев Андрокла голубка Ноил Ковчега Валаамова ослица безымянные призраки призрак гробницы белая дама отвлеченные образы роман драма критика идея призраки писателей Многие из них говорили стихами и странное дело стихами как будто бы написанными Виктором Его сверхъестественных явлений на морской террасе становилось все больше Однажды белая дама обещала появиться перед домом в три часа ночи все боялись выйти а в три часа ночи действительно раздался звонок кто же мог звонить кроме призрака возвратившись как-то ночью Шарли Франсуа Виктор обнаружили свет в зале но зал был пуст и в нем не было никакого источника света были слышны пронзительные душераздирающие вопли теперь даже сам Гюгова прошал духов Шарль вместе с матерью сидел за столом а Деде вела запись ты знаешь самым серьезным видом обращался Гюгова к духу Эсхива что ты разговариваешь с людьми которых влечет мир таинственного Эсхива объяснялся великолепными стихами самого Гюго у Мольера Гюго спросил не обменялись ли с царями вы судьбою лакея не обрел ты в солнце короле не служит ли франциск шутом и требуле а крест эзоповым слугою перевод ваксмахер примечание редакции но ответил не Мольер а призрак гробницы шутому требуле служить франциск не будет господь не признает таких суровых мер и ад на маскарад паяцов не осудит где им возмездие им грозил бы костюмер перевод ваксмахер примечание редакции таким образом духи обладали талантом а иногда и разумом но это был всегда талант и разум Виктору Гюго как все это объяснить по-видимому Шарль был замечательным медиумом который передавал мысли своего отца Эй-Огюста Вакири поэтов и импровизаторов единообразие стиля не может вызвать удивления так как Вакири бессознательно подражал своему учителю у Гюго Андре Шинье говорил как Эрнани а дух критики рассуждал как сам Гюго поразительным является то что поэт не замечал что все это исходит от него в своей книге он не включил ни одного стихотворения созданного им во время этих сеансов он не замечал даже что достаточно было появления на сеансах молодого английского офицера Элберта Пинсона чтобы Байрон заговорил на английском языке он также не замечал и того что лишь присутствие лейтенанта Пинсона грустное Дэдэ оживлялось Жюльетта Друэ жившая вдали от семейства заразившегося аспиритизмом избежала всеобщего возбуждения она ненавидела всю эту чертовщину такое времяпрепровождение представляется мне вредным для рассудка если им увлекаются серьезно а если сюда перемешивается хоть малейшее плутовство то я считаю это кощунством она смеялась над спиритами ложитесь и спите а меня оставьте в покое тем более что у меня нет угодливого столика который подсказывал бы мне готовые сюжеты сочинений глава за главой считайте что у меня есть свой Данте свой Эзоб свой Шекспир вы просто-напросто вылавливаете дохлых рыб которых духи с того света прицепляют вам на крючок такие фокусы давно были известны на Средиземном море задолго до вашего пляшущего столика за всем выступиваю вам нежный привет Виктор Гюго воспринимал вещание столика с полной серьезностью и не отдавая себе отчета в их происхождении трепетным волнением убеждался что духи говорят на его родном языке и соглашаются с его философией спиритические сеансы устраиваемые на морской террасе имели для Гюго большое значение он находил вполне естественным что бесплотные духи избрали столик Джерси для своего общения с ним и полагал что его философия торжественно освещена теперь самим небом именно в эту пору его жизни он и запечатлен на фотографии сделанной вакири и самая поза Гюго и полузакрытые глаза говорят о его экстатическом душевном состоянии на снимке он своим великолепным твердым почерком написал Виктор Гюго внимающий Богу можно было бы опасаться за рассудок Гюго но его спасало два обстоятельства упорный труд художник одержимый неотступной мыслью переносит ее в свое творчество а кроме того удивительная физическая уравновешенность Гюго он расходовал свою дианексийскую силу которая другого довела бы до умопомешательства на торжество чувственности на пешеходные верховые прогулки плавал в море бродил ночами по берегу ни душа его ни тело не знали отдыха то что в нем было чрезмерного проявлялось в избытке умственной деятельности а не в неуравновешенности метафизические бредни никогда не заглушали его здравого смысла после ночи проведенной в беседах с призраками он берется за перо и сообщает Эмилю Дешану о том что соседские гуси погубили в огороде его бобовые насаждения или же пишет деловое письмо издателю с удивительной четкостью уточняя условия договора Гюго и не теряя рассудка верил в своих духов и был убежден что он избранник обладающий волшебной силой чтобы вести человечество вперед он издавна мечтал о такой роли и теперь под влиянием вертящихся столиков впадает состояние обыкновенного пророчества призрак гробницы посоветовал ему лишь постепенно знакомить человечество к его личной философии и это определило характер его сочинения издание больших космогонических поэм над которыми он работал было в дальнейшем отложено спиритические опыты продолжались на морской террасе два года затем в 1855 году когда один из их участников Жюль Аликс внезапно сошел с ума среди спиритов начала с паника госпожа Гюго вспомнив о бедном о Жене испугалась за свою семью за молчаливую дочь и даже за своего мужа слишком уж много разговаривавшего с духами которые стучались в стену и являлись ночью ты всегда имел к этому предрасположение с досадой говорила Адель она преследила его за то что он дает волю своим нервам духом предложено было оставаться в чистилище и вертящие со столики в конце концов смокли о царство теней пантеизм увлекает и чтобы восторжествовать над ним надо его постичь Виктор Гюго время труда счастливое время находясь в опале вдали от светской жизни поэт стал самим собой никогда еще Гюго не писал так легко так свободно так пламенно нет больше собраний академии прошло время парламентских дебатов исчезли женщины поглощавшие его время и силы необыкновенной легкостью он дописал второй том стихов сборника созерцания где среди замечательных поэм посвященных дочери и жюльетти были философские поэмы размышления в полночь около долмена фалдуэ зловещий голос морских волн дополнили определили характер той религии пророком которой он себя считал в его поэзии ясные реальные образы постоянно чередуются со смутной мечтой едва различимыми видениями его словарь соответствует этому поэтическому смятению стаю чудовищ кишащий рой гидр людей зверей излюбленными прилагательными живописавшими его вселенную были испуганный хмурый зловещий бледный мрачный бесформенный фантастической мертвенный блуждающий сумрачный призрачный в неясных призраках веков он видел стены исчезнувших городов шествия разбитых армий в древнем периоде прошлого перед ним возникали доисторические чудовища детственные леса земля еще влажные после потопа а над ней первозданные звезды восходящие из хаоса едва мерцающие солнце бог уже давно он размышлял о жизни смерти он верил в бессмертие души почему потому что если после смерти ничего не остается тогда то что мы сделали в течение жизни не имеет никакого значения тот кто был наполеоном третьим и тот кто назывался виктором гюго одинаково растворяться в великом ничто теплой человек своей вины при жизни на земле не искупит значит он должен искупить свою вину после смерти стало быть нечто должно остаться и после смерти чтобы понести наказание свобода души подразумевает бессмертие доказательство тому сон человек видит сон потом другой пробуждаясь он вновь становится самим собой так же и с жизнью вся наша земная жизнь есть сон я остающийся после смерти несомненно существует и до и после жизни умерший человек вновь обретает себя в бессмертном разуме он высказывал подобные мысли начиная с 1844 года но тогда он пытался найти основу доктрины в которую вошли бы эти представления о жизни и смерти оккультизм и в особенности каббалистика которую его посвятил в Париже а затем в Грюсселе странный и наивный Александр Вейль быть может дали ему эту основу было установлено что из речения имеющейся в загаре соответствует философии Гюго ее главной мыслью объяснение зла если Бог не что иное как я в бесконечности если Бог вездесущ всемогущ всеведущ почему же он создал конечный и столь несовершенный мир в поэме выражавшие кредо Гюго что сказали уста мрака сборник созерцания Гюго отвечает так же как зогар Бог не мог создать совершенный мир ведь если бы мир не отличался от Бога он не мог бы быть миром Бог создал существо с душой капризно зыбкой он наделил его прелестной улыбкой он дал талант и ум творению своему но совершенства дать не пожелал ему достигни человек небесного величия мишним и божеством не стало бы различия друг с другом бы слились творение и творец и в Боге человек обрел бы свой конец Виктор Гюго что сказали уста мрака созерцание перевод ваксмахера примечание редакции зло это материя в каждом существе можно обнаружить Бога и материю Бога и зло но даже само зло порождает добро ибо несовершенство отделяющие от создателей его создания предоставляет нам свободу за то зло которое творится в соизволении Бога наказание не будет вечным ибо оборотная сторона маски это тоже личина сатана это тоже Бог бесконечная лестница существ идет от камня к дереву от животного к человеку от ангела к Богу это восхождение начинается в мире тайн в адской пропасти где в глубине на самом дне видно ужасное черное солнце откуда исходят лучи мрака лестница начинается в бездне где прикованы демоны и поднимается ввысь до крылатых существ в глубине пространства где они растворяются в Боге материя стремится к идеалу а душу она тащит к животному ангела к сатиру вот почему чувственность имеет двойственный характер в человеке это животное начало но она порождает также идеальную любовь святая оргия итак бесконечная лестница существ имеющих душу но в неравных количествах животные растения и даже камни все не чувствуют и страдают в них замкнуты души преступников в этом возмездие если мы уступаем материи происходит падение каждый падает в меру своей вины и виновные изменяются теперь и превращается в скалу и ян в змею ним в рот стонет заключенный в высокой горе из могилы умершей фрины вылезает жаба все зверь скала трава бессмысленная тьма и только человек вместилище ума Виктор Гюго что сказали уста мрака созерцания примечания редакции человек находится в середине лестницы падший ангел становится человеком спасенное животное возвышается и превращается в человека человек это сочетание наказанного полубога и прощенного чудовища поэтому возникает тайна порой из уст человека раздается рычание хищного зверя а иногда его чело осеняет крылья ангела и все люди животные камни имеют право на жалость жалейте удника но пожалейте и темницу плачьте над ужасной жабой чудовищем несчастным с кроткими глазами плачьте над мерзким пауком и над червем все искупят свою вину и все получат прощение надейтесь бедняки надейтесь мгла не вечна и не всесильно зло и скорбь не бесконечна и ад не на века вектор гюго что сказали уста мрака созерцание перевод ваксмахера примечание редакции существенной чертой религии гюго является своего рода театральная развязка в космических масштабах то что было проклято будет внезапно спасено то что было унижено вдруг возвеличится развива собственной жизни не является примером драматических превращений он был несчастным юношей слава вознесла его над всеми потому что его способность трудиться безгранична все кажется ему возможным отсюда его оптимизм он знает что узурпатор будет побежден что добро восторжествует что бог победит эго гюго между 1853 и 1856 годами он словно вознося с накрыли вдохновения написал не только религиозные стихи сборника созерцания но и большую часть двух театрских поэм конец сатаны и бог в этих поэмах широтой размаха достойной данте и мильтона его фантазия охватила различные системы религий картины бедствий истории империи время и пространство в поэме конец сатаны он описывает падение архангела в беспросветную тьму ночную и в великолепных стихах рисует страсти христовы в поэме названный бог изображается странствие духа сквозь сонны звезд сквозь века и религии шесть видений олицетворяли собой возможные ответы на вопросы поставленные этим головокружительным односложным словом бог атеизм бога не существует манихейство бог двуедин мазоизм бог единосущий христианство бог триедин рационализм человек есть бог и наконец бог поэта тот которого трудно даже определить он взглянет вот и все творцу довольно взора чтоб целый мир возник из мглистого простора и он всевидящий дающий испокон начало сущему сам сам изначален он перевод донского примечания редакции этого бога человек не может понять не может постигнуть умом даже связка ключей не открывает эту дверь если если человек пожелает его увидеть и если завеса для него приоткроется он тотчас же умирает впрочем гюго не нуждался в вере не стремился увидеть бога постигнуть его сущность бывают встречи во мраке у надежды глаза видят лучше чем у математики но этот великий верующий был в то же время великим скептиком предоставив человеку свободу бог одновременно вселил в него дух сомнения ибо сомнение превращает его в свободного человека а свобода возвышает его если бы люди ни в чем не сомневались они не были бы людьми конечно человеческий ум позволяет иметь верные представления о каких то ясных явлениях юго был слишком образованным реально мыслящим человеком уважающим науки недаром же он получал в свое время награды за отличные знания по физике и потому он не ответил роль интеллекта он только был убежден что разум не может постигнуть бесконечность в мышлении должна быть логика но для выражения мысли логика имеет не больше значения чем геометрия для пейзажа юго воспроизводит все исключительно точно замечает бодлер слог его ясен и чист но те явления в которых сокрыта тайна и которые смутно осознаны он неизбежно описывает сумбурные и неясные формы и неясные в 1855 году работа над двумя большими этиософскими поэмами сильно продвинулась но по внушению призрака гробницы юго отложил их публикацию да как раз в этот год произошло важное событие заставившее его покинуть Джерсти и на время прервать работу созерцание созерцание возникает лишь тогда когда скорбь утихает и человек обретает душевное равновесие олен доля политического изгнанника нелегка его терпит но своим не считает если политика страны приютившие его требуют сближения с родиной изгнанника он становится жертвой джерсийские власти не очень-то жаловали эту ватагу французских говорунов этого поэта который метался между женой и любовницей его торжественно поучительные послания из морской террасы лорда Пальмерстона Виктор Гюго всегда осуждавший смертную казнь со справедливым негодованием выразил протест против исполнения смертного приговора на Гернси когда неумелый палач вешая приговоренного подверг его мучительной пытки Гюго был прав но иностранцы не полагаются быть правым с горькой иронией он писал Пальмерстону вы повесили этого человека господин министр очень хорошо примите мои поздравления однажды несколько лет тому назад я обедал с вами вы наверное забыли об этом но я помню хорошо меня тогда поразило как искусно завязан у вас галстук мне рассказывали что вы славитесь с умением туго затянуть узел теперь я убеждаюсь что вы умеете затягивать и петлю на шее ближнего для англичанина я являюсь шокинг эксцентрик импропер возмутительным эксцентричным неприличным английской примечательной редакции я небрежно завязываю галстук сажу бриться к первому попавшемуся парикмахеру эта манера в 17 веке в Алья-Далиде придала бы мне облик испанского гранда а в 19 веке в Англии придает мне облик вокмен рабочий в Англии наиболее презираемой профессии я оскорбляю английскую кент чопорность осуждаю смертную казнь это неуважительно я назвал одного лорда сударь а это непочтительно я не католик не англиканец не лютеранин не кальвинист не иудей не уэслианец не мормон стало быть я атеист к тому же и француз что гнушно само по себе республиканец что отвратительно изгнальник что мерзко побежденный что достойно презрения и в довершении всего поэт отсюда весьма сдержанная любовь ко мне сэр сэр роберт пиль в палате общин уже в 1854 году негодованием говорил о Виктории Гюго этот субъект находится в личной вражде с высокой особой которую французский народ избрал своим государем в 1855 году конфликт обострился французский император и королева Англии союзники в войне против России стали друзьями Зловещая Крымская война завершилась официальным визитом Наполеона Третьего к королеве Виктории торжества удались на славу если не считать письма Гюго которые император привыкший в Дувр мог прочитать на любой стене Виктор Гюго Луи Бонапарту зачем вы прибыли сюда что вам угодно кого желаете вы оскорбить Англию в лице ее народа или Францию в лице ее изгнанников оставьте в покое свободу оставьте в покое изгнанников когда королева Виктория отдала ответный визит императору Феликс Фиа французский республиканец изгнанник живший в Лондоне выступил в печати с непристойными нападками на королеву он грубо высмеял путешествие королевы когда она пожаловала Кан Роберу орден Бани пила шампанское целовал Жерома это открытое письмо Пиа королеве было напечатано на Джерси в газете человек органе изгнанников вы пожертвовали всем величием королевы щепетильностью женщины гордостью аристократки чувствами англичанки званием национальным достоинством женственностью всем вплоть до целомудрия из-за любви к своему союзнику Сар Рибейрольф главный редактор человека полковник Пианчини заведующий редакцией и некая Тома продавец газеты по решению английского правительства были высланы с острова Виктор Гюго не был ответствен за письмо к королеве который он считал выпадом весьма дурного тона но тем не менее он защищал людей подвергшихся преследованию и подписал гневный протест против их выслуги 27 октября Конетабль Сен-Клемена вежливо уведомил Виктора Гюго и его сыновей что по высочайшему повелению им воспрещено пребывание на острове им была предоставлена отсрочка до 4 ноября для того чтобы в течение недели они могли подготовиться к отъезду господин Конетабль ответил ему Виктор Гюго можете теперь удалиться можете доложить об исполнении приказа вашему непосредственному начальству генерал-губернатору он доложит своему непосредственному начальству английскому правительству а оно доложит своему непосредственному начальству господину Бонапарту Виктор Гюго высылка с острова Джерси дела и речи во время изгнания примечания реакции как видно он вспомнил в тот день очерка Мирабо который был им написан когда-то на многочисленных митингах английские либералы выразили свое возмущение высылкой Гюго но ему со всем семейством и его друзьями пришлось покинуть Джерси и направиться на остров Гернси переезд туда был совершен несколькими группами 31 октября выехал Гюго Франсуа Виктором и Жюльеттой Друэ которую сопровождала великодушная женщина ее служанка Сюзанна два дня спустя к отцу присоединился Шарль Гюго несколько позднее прибыли мать дочь и Огюст Вакири на него не распространялось распоряжение о высылке но он решил взять на себя организацию этого переселения они привезли с собой 35 сундуков во время погрузки штормило и один тяжелый сундук чуть было не угодил за борт катера а в нем находились рукописи созерцаний отверженных конца сатаны бога песен улицы лесов еще никогда не угрожала смертельная опасность столь большому числу бессмертных творений а в записной книжке Виктору Гюго 13 января 1856 года отмечено на снимщику за доставку сундука с рукописями 2 франка остров Гернси меньше Джерси берега его выше и круче скала затерянная в море но Гюго нравилась эта суровость а нормандец Вакерин рисовал весьма живо картину Гернси мы живем в главном городе острова Сент-Питер-Порт представь себе Кодебек на плечах Гонфлера церковь в готическом стиле старые улицы тесные узкие кривые причудливые забавные пересекаемые восходящими нисходящими лестницами Дома набегают друг на друга чтобы каждому было видно море Внизу маленький порт где теснятся суда Рейш шкун угрожают окнам домов на набережной под которыми ютятся эти огромные шкуны Корабли проходят мимо нас Роболовные барки шлюпки двухмачтовые трехмачтовые суда пароходы курсируют передо мной условно в бельтье здесь такое же оживление как и на сене и так же величественно как в Ла-Манше это и река и океан это улица на море В то время у Гюго был весьма небольшой источник дохода а к бельгийскому вкладу он не хотел прикасаться он не получал гонораров Наполеон малые и возмездия книги борьбы продавались из-под полы и выручка от них поступала в карман продавцов прожив несколько дней в европейской гостинице Гюго снял дом номер 20 на улице Отвиль опасаясь новой выслуги которую мог потребовать господин Бонапарт вид открывался великолепно из наших окон видны все острова Ла-Манша расположены возле нас порт вечером при свете луны в этой картине есть что-то феерическое Гюго сразу же принялся за работу когда у писателя есть стол и чистая бумага ему больше ничего не надо остальным членам семейства которым Гюго проповедовал строжайшую экономию приходилось куда труднее тогда произошло чудо с книгой созерцания в сундуке в сундуке может быть ящиках стола Гюго лежало около одиннадцати тысяч отворных строк одни о былом счастье другие о печальном настоящем воспоминания и размышления Эцель дорогой изгнанник пожелал подготовить это издание Гюго хотел нанести мощный удар обрушить на головы своих противников поток шедевров опубликовав все эти стихи сразу в двух томах но даст ли цензура разрешение на распространение книги во Франции случилось так что директором охранки в подчинении которого находилась цензура был тогда Пьер Гектор Колемей Гре бывший редактор газеты Эвенеман который в то время когда газета перестала поддерживать принцип президента с большой ловкостью переметнулся на его сторону Поль Мерис прямо направился к этому противнику зная что он любит литературу и является поклонником Виктору Гюго Колемей Гре встретил его с распростертыми объятиями чем могу служить Мерис спросил не будет ли запрещена во Франции книга самого великого французского писателя который ничего не публиковал с 1845 года В принципе нет ответил Колемей Гре но нужно знать что это за книга Мерис заявил что речь идет о чистой поэзии и добавил что поэт ни в коем случае не согласится дать свою книгу на предварительную цензуру Колемей Гре с резкостным по тем временам мужеством удовлетворился честным словом Мериса вы утверждаете что в созерцаниях нет ни одного стиха направленного против современного строя даете честное слово да даю слово превосходно печатайте созерцание режим второй империи почувствовал свою силу стал несколько мягче во время чтения корректуры Полю Мерису пришлось нелегко Юго как истый художник придавал значение самой незначительной детали корректор молочага на зубах знавший словарь Академии исправлял написанные слова лис на лис Юго гремел я презираю словарь Академии я сам обгур и значит мне наплевать на Изиду он вникал во все обложка должна быть голубого цвета и глинцевитой никакого орнамента только тонкая золотая полоска на оборотной стороне где помещается анонс напечатать поэма бог большими буквами и Виктор Юго маленькими это дружественная переписка касавшаяся чисто технических вопросов начисто лишена велеречия характерного для ряда писем относящихся к тому же времени знаменитый поэт не терял здравого смысла сквозь образ Олимпио виден был малья это раздвоение естественно тот кому известно что на него обращены взоры многих догадывается каким они его видят и пытаются играть самого себя в каждом герое есть черты актера а когда драма завершается актер становится самим собой Мерис тщательно подготовил прессу чистые листы вручались дружественным газетам сигнальные экземпляры тем критикам на которых можно было положиться Виктор Юго Полю Мерису 8 апреля 1856 года День поступления книги в продажу должен по возможности совпадать с днем публикации критических статей в дружественных журналах Revue de Paris и прочих имеются ли эти прочие книгу пустить в продажу во всех книжных ласках одновременно отрывки и выдержки из нее поместить тогда же во все газеты разумеется в дружественных и согласных на это накануне отправьте экземпляры жюлиу-жанену поле фуше беранже Александру Дюма которого я должен был назвать в первую очередь если бы не составлял этот список под шум колес отчаливающего парохода а также Луи Беланже Жюль Лорену и другим имена которых не приходят мне сейчас на ум вы мне их подскажите так как очевидно я многих забыл и к тому же лучших вот для некоторых друзей во главе с вами первые шесть страниц будьте любезны вложите эти страницы в эти экземпляры я вышлю вам еще несколько экземпляров успех созерцания неожиданно оказался огромным никто не знал какой прием окажет Франция второй империи отсутствующему поэту-бунтовщику первое издание было тотчас же распродано но у критики книга не имела никакого успеха Ламартин хранил молчание Сент-Беоф тоже уклонился от отзыва а когда его молчание стали объяснять тем что он страшится вызвать недовольство Тиулери он ответил что анализ творчества Виктора Гюго стал для него невозможным если он сделает критические замечания они покажутся оскорблением человеку большого таланта претерпевающему невзгоды если же откажется от серьезной критики анализ его станет лишь актом великодушия а я не собираюсь этим заниматься ибо главное для меня беспристрастие что касается Тиулери а также иных подобных мест примите к сведению сударь это быть может вас удивит что я там не бывал ни при каком режиме в том числе и при нынешнем что за настоящее время я никогда в глаза не видел главу государства и никогда не имел чести с ним разговаривать все любители поэзии нашли в этой книге лучшие из когда-либо написанных французских стихов Его пожелал построить сборник из стихов разных лет продуманно точно и симметрично он разделил его на две части года 1831 1843 и 1843 1856 некогда и ныне смерть дочери определила границу этих частей и в книге нежные голубые тона некогда сменяются скорбными и мрачными части названные ныне для того чтобы достигнуть желанного впечатления ему пришлось изменить датировку некоторых стихов написанных на Джерси было бы ошибкой думать что в изгнании он постоянно был угрюм и сосредоточен чтобы вынести свои апокалипсические видения ему необходимо были чувственные увлечения счастливые воспоминания разрядка он смело перенес в первую часть все светлые образы все просветы голубизны на грозовом небе жизнь не произведения искусства сборник отличался богатством и разнообразием мотивов были восхитительные идиллии то наивные лис песни то чувственные она без туфелек со сбившейся прической множество стихов посвященных Жюльете приди невидимая плита ведь холодно признание празднику Терезы сатиры в духе Буало ответ на обвинение по поводу Горации затем величественные стихи обращенные к тени Леопольдины велькие едва блеснет заря поэмы о нищете и жалости меланхолии и наконец стихи философские рисующие духовные странствия поэта очарованного морем предвосхищавшие большие философские поэмы тогда еще не опубликованные что сказали уста мрака чародеи этот последний метафизический цикл поэм наводил тоску и вызывал раздражение у парижской критики времен империи одновременно правоверные и легкомысленные над ним посмеивались в мире есть только ты да я говорит Юго Богу но ты уж совсем состарился однако даже Вильео признавал высокое мастерство поэм подобных Вилькье не колеблюсь надо признать что еще никогда французский язык не звучал в стихах столь естественно не был таким пилочем Юго удалось воспринять от крозы свойственную ей непринужденную интонацию с помощью неопределенных выражений окружить то что видит взор или хранит память атмосферой смутной и странной говорит Баррер и вместе с тем создать стихи строгих ритмов четкие совершенные можно ли представить себе более простое и точное четверостишее чем строки написанные у подножья распятия иди стинающий к нему утишит стон иди рыдающий к нему и с ним поплачь иди страдающий к нему он лучший врач идите смертный к нему бессмертен Виктор Гюго написано у подножья распятия созерцания примечания редакции найдется ли даже у Бодлера строфа более чеканная чем эта влюбленность вспыхнувшая как костер ты опьяняешь всплесками желаний молодую душу зажигаешь взор в вечерний час когда скорбям простор мелькнешь ли отблеском воспоминаний влюбленность гаснущая как костер Виктор Гюго зыбучий песок созерцания перевод Донского примечание редакции а разве это не чистейший валерий не предвосхищение морского кладбища о память слабый свет среди теней заоблачная даль старинных дум прошедшего чуть различимый шум сокровище за горизонтом дней Виктор Гюго однажды вечером когда я смотрел на небо созерцание примечание редакции когда в 1856 году появились созерцания они воспламенили воображение молодого лицеиста из Санца Стефана Маларме отец которого написал тогда деду и бабке юноши вы увидите что ваш внук мечтает о поэзии и восхищается Виктором Гюго далеко не классиком это печальное обстоятельство не способствует его воспитанию материальный успех созерцания был столь же значительным как и литературный за 20 тысяч франков присланных согласно договору Эцелин Гюго купил 10 мая дом от Вильхаус гонораза созерцания полностью покрыл это приобретение Гюго стремился стать собственником на Гернсе так как он выплачивал бы тогда налог за кур английской короне и его уже нельзя было бы выслать с острова таков был местный закон к тому же он тогда не возлагал больших надежд на быстрые перемены во Франции где люди куда больше интересовались делами нежели свободой да и вообще желал ли он покинуть Гернсе он отлично здесь работал и чувствовал себя превосходно госпожу Гюго и в особенности ее дочь это укоренение глубоко печалено изгнание становилось признанным Адель понимала что чувство собственного достоинства не позволит ее мужу возвратиться во Францию до тех пор пока будет существовать империя но разве нельзя было найти изгнальнику место не столь уж дикое какой-нибудь город где можно было бы завязать дружеские отношения с людьми и найти наконец мужа для Деде молчаливая подавленность дочери тревожила мать она не осмеливалась говорить об этом Виктору Гюго он всегда находил при таких разговорах возвышенные и неопровержимые аргументы на которые его бедная жена не знала что ответить но как в дни молодости когда она будучи невестой вела с ним переписку Адель осмелилась возродить ему в письме жалкое существование которое влачит наша девочка может продолжаться еще некоторое время но если изгнание затянется оно станет невыносимым прошу тебя подумай об этом я слежу за дочерью вижу что ее состояние вновь ухудшилось я сделаю все что велит мне долг только бы сохранить ей здоровье у вас троих жизнь наполнена а она тратит ее впустую она беспомощна обессилена и я обязана ей помочь ухаживать за садиком заниматься вышиванием это еще не все для девушки в 26 лет Гюго был оскорблен он обвинил дочь в эгоизме Адель Виктору Гюго сегодня утром ты сказал за завтраком что твоя дочь любит лишь себя я не хотела возражать тебе при детях но вспомни Адель безропотно посвятила тебе свою молодость не ожидая за это благодарности а ты считаешь ее эгоисткой да она замкнута производит впечатление натура суховатой но имеем ли мы право требовать от нее лишенной сердечных радостей сознающей что жизнь ее не гармонична не полна требовать чтобы она была такой же как другие молодые женщины кто знает сколько она перестрадала да и теперь страдает от того что будущее ускользает от нее а годы идут и идут что завтрашний день обещает быть похожим на сегодняшний ты скажешь мне так что же делать разве могу изменить свое положение об изгнании говорить не приходится но вот о месте изгнания следовало бы подумать я допускаю что при твоей славе твоей миссии твоей необыкновенной личности ты можешь избрать любую скалу и будешь себя чувствовать в своей стихии я понимаю что твоя семья не обладающая тем чем обладаешь ты обязана приносить себя в жертву не только твоей чести но и тебе как таковому то что делаю я мой прямой долг ведь я твоя жена жизнь в изгнании при таких условиях могла оказаться тяжелой и для наших сыновей но изгнание так хорошо на них подействовало что по-моему оказалось для них полезным а вот для Адели все было вредным почему я и чувствую что должна искупить свою вину и целиком посвящаю себя моей бедной девочке во мне говорит не столько чувство матери сколько чувство справедливости неужели нельзя сделать для своей дочери то что другие делают для любовницы она тысячу раз была права но Виктор Гюгот целиком ушедший в творчество не воспринимал страданий своих близких он охотно бы им сказал а разве я жалуюсь в конце 1856 года он строил себе дом и находил в этом удовольствие это продолжалось долго гернсейские рабочие не спешили черепахи сооружающие дом для птицы писал Гюго Этцелю вот Вильхаус большое строение в английском стиле 14 окон по фасаду разумеется опускных во втором этаже жили женщины третьим поэт и его сыновья на четвертом выстроили вышку господствовавшую над морем и оттуда в ясную погоду был виден французский берег и свое жилище и всю обстановку в нем этот изумительный столяр создал по своему образу и подобию сумрачные коридоры казалось взяты были из какой-нибудь гравюры Рембрандта все в этом доме представляло собой символ или несло на себе печать воспоминаний в столовой украшенной гобеленами старинным фаянсом и готической скульптурой стояло старинное саксонское кресло времен короля Дагобера ручки кресла соединялись с цепью оно принадлежало предкам на нем был начертан девиз absentes absum отсутствующие присутствуют латынь примечания редакции и были написаны имена Жоржа Гюго предполагаемого предка семейства Гюго и Жозефа Леопольда Сигизбера 1828 генерала Гюго все это производило впечатление некоего обрядового действия вместе с тем данью уважения к исчезнувшим душам в портретной галерее висели портрет Леопольдины исполненный Буланже и многочисленные рисунки Виктора Гюго повсюду девизы на латинском языке Эда и Ора Ешь Ходи Молис Ама Эт Креде Люби и Верь На черепе выточены мыслоновые кости Нокс Морс Лукс Ночь Смерть Свет Эта обстановка где Средневековье сочеталось с Дальним Востоком частично была вывезена из Парижа частично приобретена у гернсийских антикваров на лавке которых Жюльетта и ее дружок и Шарет Гюго совершали весьма удачные набеги Наконец некоторые вещи были сделаны самим Гюго или местными мастерами под его руководством Другие девизы написанные на французском языке гласили Жизнь изгнание Вставай в шесть сложись в десять проживешь сто лет Словом столяр Гюго отвечался склонностью к сентенциям Красную гостиной украшал деревянный резной балдахин венецианской работы Шесть статуи из раскрашенного дерева изображавших африканских рабов натуральную величину поддерживали тяжелую драпировку добавьте еще изделия из горного хрусталя муранское стекло шитое золотом ширмы девизы эмблемы грандиозная мишура еще более романтичная нежели сам Гюго более восточная нежели сам восток мишура великолепная и причудливая где любая мелочь несла на себе печать своего хозяина в бельведере где он работал в самом высоком месте не только в доме но и на всем острове потолок и стены были стеклянные эта прозрачная келья напоминала не то оранжерею не то отелье фотографа из нее открывался вид на небо и на бесконечность Гюго писал здесь стоя за конторкой возле зеркала украшенного цветком с причудливыми лепестками которые он сам нарисовал спал он в одной из смежных с отелье комнатушек на узкой кровати и изголовьем ему служил деревянный валик стихи часто рождались у него во время весна полусонный он записывал их и утром собирал ночной урожай он вставал на заре разбуженный пушечным выстрелом доносившимся из соседнего хорта работал до 11 часов под палящим солнцем раздевался до гола обливался ледяной водой а затем растирал тело волосяной перчаткой прохожие знавшие необычный нрав великого человека поджидали когда он появится в полдень завтракали шарль с отцом обсуждали различные вопросы госпожа гюго восхищалась гениальностью своих мужчин затем каждый занимался чем хотел госпожа гюго жюри жанену мой муж отправился на прогулку то-то наряжается это неисправимые горожане адель музицирует либо занимается английским шарль растянулся на старом кожаном диване и покуривая мечтает а я поцеловав моих взрослых детей бьюсь над тем чтобы обед был не слишком скверным а гюст заперсал себя и работает дело в том что о гюст вакири во время изгнания жил в доме гюго рядом с единственной женщиной которую когда-либо любил госпожа гюго она была старше его на тринадцать лет возбудила в нем с юношеских лет безнадежную платоническую любовь превратившуюся в необычайную преданность мели пасус тысяча шагов латынь совершались с жюльетской для нее нашли очаровательную маленькую виллу файлю расположенную в таком близком соседстве сот вильхаузен что она видела как ее кумир совершает на террасе свой утренний туалет каждое утро она сторожила его пробуждение чтобы насмотреться на своего любимого гюго издали показывал жюльете ее каракульки только что обнаруженные им возле двери вместе с двумя крутыми яйцами и целовал ее письмо затем он снимал с себя красную ночную одежду обливался водой как всегда и шел в свой бельведер работать после завтрака он направлялся к жюльете чаще всего ей предлагалось молча сопровождать его а ей это совсем не нравилось постарайся не предаваться всецело вдохновению чтобы мне можно было разговаривать с тобой ей столько нужно было ему сказать упрекнуть за то что он заигрывается с лужанками горестно посетовать на запрещение бывать его сверхаузе ведь это делало ее подозрительной особой в глазах гернсийских жителей попросить у него рисунки чтобы украсить теми стены файлю мне нужны и твои повешенные и замки и лунные ночи и ослепительные солнца и эффекты тумана она была потрясена и счастлива до мозга костей когда Гюго во время ночной прогулки показав ей на серп луны вечернюю звезду сказал а вот корабль отлетевший в душ и под для него шлупка еще одна радость в мае 1859 года Шарль и Франсуа Виктор стали бывать у нее оба относились к ней с уважением и нежностью были довольны и вкусными кушаньями и встречи с новыми людьми и тем что их отец куда более весел здесь чем у себя дома вот в Вильхаузе было мрачно их мать предавалась отчаяния она полагала что Виктор Юго уже не сможет оторваться от всего этого великолепия от габеленов по золото деревянных скульптур нам теперь отсюда не выбраться мы тратим уйму денег писала госпожа Дюго да при том моему мужу полюбился этот остров он подолгу купается в море он помолодел великолепно выглядит она она бдительно следила за служанкой Оливии не столько занимавшейся кухней сколько устраившей сцены переписывала то что писал Шарли я забросила мои собственные сочинения превратилась в жалкого дублера более того отупела опущусь ли я еще ниже невелико горе не с высоты падает прислуживать умным людям меня окружающим вот лучшее для меня занятие когда она заводила речь о том что увезет хотя бы на короткое время дочь в Париж либо в Лондон на нее обрушивался град обидных слов вам надоело изгнание презрением говорил великий изгнанник выброси из головы эту дурную мысль отвечала она мужу я делила с тобой счастье и триумфы я готова и счастлива разделить с тобой дни испытаний несчастные адель добрая чистосердечная она старалась стать образцовой хозяйкой она тратила свои личные деньги чтобы поставить дом на широкую ногу она хотела чтобы ее дети были счастливы хотела пригласить на Гернсей свою младшую сестру Жюли Фуше которая по окончании пансиона почетного легиона в Сен-Дени осталась там в качестве классной дамы но гюго давал своей супруге лишь 450 франков месяц и несмотря на все усилия она постоянно была в долге адель гюго Жюли Фуше я не осмеливаю спросить у него прибавки я ведь ничего не принесла в приданые у него большие расходы и к тому же моя дорогая на этот счет я всегда была со своим мужем очень деликатна я страшно щепетильна эта щепетильность мое единственное кокетство как далеко была теперь так гордая 18-летняя девушка со взором испанки перед которой трепетал гениальный линжа легенда веков успех созерцаний вызвал многочисленные отклики парижских друзей на Гернси хлынул поток восторженных отзывов свое восхищение сборником выразили Мишле Дюма Луиза Колле Ла Фонтен Жорж Сант Луи Буланже в прежние времена иллюстратор книг Юго поблагодарил за присланную ему книгу и одновременно сообщил что женится на молодой девушке хотя ему было тогда уже 50 лет Юго одобрил эту женизбу ему нравилось что друг его юности еще способен любить я вспомнил о наших встречах в лучезарное время восточных мотивов когда мы оба были молоды и ходили любоваться закатом солнца заходившего за пупелом инвалидов две родственные натуры вы чудесный художник моего Мазепы я мечтатель увлеченный неведомым и бесконечным он просил Жорж Сант навестить его посмотреть еще недостроенную лачугу названную им дом свободы славные мастеровые гернси предполагаю что я богат считают приятным для себя долгом слегка пощипать важного французского барина растянув подольше и это удовольствие и самые работы надеюсь все же что когда-нибудь мой дом будет достроен и со временем вам быть может придет охота посетить его осветив в нем какой-нибудь уголок своим присутствием и воспоминаниями о вас позднее Луиза Бертен воскресила в его памяти картины прошлого дни проведенные в имении Рож и он с нежностью говорил в письме к ней цветы музыка ваш отец наши дети ваша молодость эцель после публикации созерцаний умолил Гюго не печатать философские поэмы Бог и Конец Сатаны враги поэта ожидали нечто вроде нового апокалипсиса чтобы отправить простака на Патму зато Эцелю нравился замысел маленьких эпопей исторических пресок 13 19 веков казалось несомненным что поэтический талант Гюго являлся эпическим благодаря неотразимой силе воображения гигантским возвышенным образом в его папках уже лежали рукописи поэм Эмерильо Свадьба Роланда и многих других необходимо было дополнить этот состав компоновать и создать на их основе целостный сбой что будет представлять собой этот единый цикл начертать путь человечества в некой циклической эпопее изобразить его последовательно во времени и во всех планах историческом легендарном философском религиозном сливающихся в одном грандиозном движении к свету и если только естественный конец не прервет что весьма вероятно этих земных трудов прежде чем автору дастся завершить задуманные отразить словно в лучезарном и сумрачном зеркале эту величественную фигуру единую мегаликую мрачную сияющую роковую священную человека вот из какой мысли или если хотите из какого побуждения родилась легенда веков Виктор Гюго легенда веков предисловие примечание редакции таково было окончательное превосходное название которое он выбрал из замечавшихся человеческая легенда легенда человечества в неудержимом порыве творчества в 1856 в 1859 годах он не ограничился этой гигантской фреской он правил колесницы запряженные четырьмя конями одновременно с легендой он писал песни улицы лесов драму торквемада и занимался убранством его огромного дома первая часть легенда веков была целиком создана в 1856 1859 годах вот почему она отличается целостным воодушевлением в поэмах этой части преломлены сюжеты большой исторической протяженности но воображение Гюго столь грандиозно что взор его проникает через стену веков можно сказать что то было видение творца вселенной совершавшего мир сквозь время и пространство смутный хаос образов так заполняет его что под конец он как бы сливается с каждым эпизодом человеческой легенды он перевоплощается во все происходившее и даже в бога эцель хотел чтобы в маленьких эпопеях не было метафизики такие поэмы Гюго уже писал это спящий воз совесть розы инфанты бедные люди но великая таинственная нить книги это восхождение человека к свету это дух возникающий из материи ключевая поэма цикла сатир породительное и дерзкое творение где загадочный фаун чудовищный остроумный смелый развратник говорит всю правду засидевшимся на олимпе богам сатир это сам Гюго и в то же время образ всего человечества присущими ему грехами желаниями слабостями но тем не менее он сильнее Юпитера и способен в один прекрасный день подчинить себе природу о мир инклип богов твой самый лютый враг сиянье радости он превращает в мрак зачем над бытием витают привидения эфир и свет ничьи всеобщие владения свободу вечного кипения вечных сил воды и воздуха песчинок и светил свободу для небес и для всего земного свободу наконец для духа мирового где кесарь там война где божество там страх свобода вера жизнь повергнут догму в прах мир вдохновением и светом озарится гармония любви повсюду воцарится и смолкнет навсегда волков зловещий вой свободу всем я пан зевс низ передо мной вектор дюго сатир легенда веков перевод донского примечание редакции легенда веков изобиловала такими красотами что они убедили даже и враждебных поэту литераторов несравненным его величием единственные кто вещал это дюго остальные только бормотали сказал жилерина его можно сравнить с горой с океаном с чем угодно только не с тем с чем можно сравнить других людей афлобер заметил до какого-то времени не желая обременять себя а быть может стремясь написать как можно больше он случалось посылал публике вместо себя некоего швейцара неслыханно торжественного надоедливого и красноречивого который был так похож на него что все попадали в эту ловушку но после государственного переворота швейцар был вынужден остаться в Париже и охранять свою швейцарскую теперь виктор гюго должен был непосредственно выражать себя в результате чего и возникла легенда веков подле этой эпической кузницы протекала обычная жизнь маленького города в понедельник приходил обедать Шарль Рибейроль каждый вторник горбун Эннеда Кеслер в среду мужчины отправляли собес Джульетти Друэ в четверг чаю госпожи Дювердье в пятницу чаю мадемуазель Аликс в субботу в гостиной госпожи Юго фидер и грандиозная выставка модных платьев в воскресенье в Этвильхаузе воцарялась гробовая тишина Констанция уходила из дома Оливия вдова-солдата получила расчет Шунья собака Агюстова Кири принимала возлюбленного Куры кудахтали Адель вышивала либо писала сестри Лишане письма из-за пансионерки трогательные и наивные в которых встречались неожиданные обороты пятидесятилетия пятидесятилетняя госпожа Гюго так и осталась Аделью Хуше великим событием для нее являлось то обстоятельство что ее дядюшка господин Эстелин переселился с правого брега Пены в квартал Терн Это он-то постоянной жизнью Сен-Жермянского предместия Если когда-либо я вернусь все кончено я ничего не пойму в Париже Разыскивать моего дядю в квартале Терн Кто бы мог подумать Толстег Шарль трудился над фантастической сказкой о всемирной душе героиней которой являлась капля воды Сюжет опасный Шарлю Гюго исполнилось тридцать лет Ведь мог сказаться темперамент его деда сангвиника отвечавшегося чрезмерной чувственностью А он жаловался на одиночество на безденежье и на гернсийский девиз Франсуа Виктор предпринял перевод всего Шекспира и с честью выполнил эту грандиозную задачу Он вдоль и поперек исходил маленький остров оставаясь пленником пустого кармана и ему надоело это развлечение Тяжко совершать прогулки с лордом с плином и леди ностальгией Увы увы мы опускаемся дорогой друг При всем своем мужестве мы все расстановимся провинциалами Вот и зима туманы На шесть месяцев мы станем узниками чана с водой Дюго же испытания не страшили он носил в голове сотни замыслов будущих шедевров и совершал прогулки в любую погоду без шапки в плаще и с палкой Жизнь на Гернсе была невыносима только для троих его детей которые жестоко скучали В 1856 году Деде страдала тяжелой невралгией и врачи запретили ей заниматься даже музыкой Что касается Вакири то он поговаривал о возвращении во Францию Для того чтобы удержать его хозяин дома отказался брать 50 франков со своего друга который тот ежемесячно платил им за свое содержание Дюго любил свою семью но он думал об их благе Такая любовь не отличается снисходительностью и она их угнетала 1858 год стал годом восстания 16 апреля обе Адели отбыли в Париж с разрешением прожить там два месяца и растянули свою отлучку до четырех месяцев Для того чтобы получить деньги и позволения госпожа Дюго проявила твердость характера в письмах разумеется Я люблю тебя и принадлежу тебе мой дорогой друг мне не хотелось бы огорчать тебя поговорим по-хорошему Ты избрал в качестве приюта остров Джерси и отправилась с тобой туда Когда жить на Джерси стало невозможно ты переехал на Гернсе не спросив меня подходит ли тебе это место Я безропотно последовала за тобой Ты окончательно обосновался на Гернсе и купил себе дом По поводу этой покупки ты не посоветовался со мной Я последовал за тобой и в этот дом Я подчиняюсь тебя во всем Но не могу же я быть полной рабой Смысл письма Виктор Гюго коротко выразил в своей записной книжке строкой Александрийского стиха Да, этот дом он твой Ты будешь там один Госпожа Гюго заработала немного денег продав Этселю свою будущую книгу и записки и твердо решила истратить их на поездку с бедной ДД охваченной безграничным отчаянием Записная книжка Виктора Гюго 16 января 1858 года Моя жена и дочь уехали в Париж в 9 часов 20 минут утра Они направились через Саутгемптон и Гавр Тоска Шарль также просил пощады Адель Виктору Гюгон Дорогой друг Позавчера Шарль мне сказал Я очень люблю папу Больше всего боюсь его огорчить Но я хотел бы чтобы он понял как мне необходимо переменить обстановку Всю зиму я работаю чтобы дать себе потом эту передышку У меня есть деньги Я могу оплатить свое путешествие Но мне будет очень горько если то что доставит мне удовольствие окажется неудовольствием для отца Жаловалась иногда и Жюльетта Гюго запретил ей купить себе новую шляпу для пасхального воскресенья когда согласно традиции все жительницы Гернси выставляли на показ воинственный и победоносный головной убор Она обвиняла своего властелина в скаридности так как он отказался переплести ее памятный альбом который за четверть века совершенно растрепался Потом она смиренно просила прощения за свои сумасбродные желания В другой раз я постараюсь не беспокоить себя бессмысленными просьбами обещая всецело полагаться на себя даже в тех случаях когда речь идет о вещах для меня очень важных как в прошлый раз когда мне захотелось переплести мой любимый бесценный альбом Надо прямо сказать только потому что его собственная жизнь была плодотворной и кипучей Юго считал что и другим должно быть отрадно в лучах его славы В мае обе Адели возвратились очень вовремя так как в июне впервые в своей жизни Виктор Юго серьезно заболел В течение нескольких недель его жизнь была в опасности из-за карбункула Шарль Юго Эцелю 22 июля 1858 года Отец три недели сильно страдает из-за нарыва который вот уже 10 дней приковывает его к постели из-за этого он не может ответить на твое письмо страдания были мучительны и лишь теперь ему становится лучше затвердение осложнилось двумя абсцессами пришлось сделать операцию которая избавила от нагноения рана огромная и расположена на спине так что она не позволяла ему да и сейчас не позволяет двигаться у больного в спине была настоящая дыра и потому он должен был все время лежать ничком измученный жаром он сочинил стихи я слышал по ночам как бьется кровь в ушах бедняжка Жюльетта которая в силу морального кодекса от Квельхауза не смела навещать его провела три ужасных недели она посылала ему то что могла придумать свежие яйца записки корпию цветы виноград свою Сюзанну три ягоды садовой земляники еще оставшиеся на грядке мой бедный мой обожаемый как бы я хотела быть сейчас твоей служанкой и все делать для тебя не докучая твоей семье о почему твоя жена святая женщина не может заглянуть в глубины моей совести и сердца тогда она не сердилась бы за эту помощь а была бы растрогана и прониклась бы благодарностью наконец он появился на балконе и Жюльетта увидела его бедный мой любимый мой даже издали заметно как ты и страдался твое удивительное благородное лицо офунулось и показалось мне таким бледным что я испугалась не потерял ли ты сознание выйдя на балкон надеюсь тебе не повредит что ты вышел и долго стоял на своей голубятне бедненький мой выздоравливай поскорее до конца 1858 года изгнанниками все больше обладевали тоска и усталость время так тянулось жизнь была так уныла Франсуа Виктор Гюго своему другу вы не можете себе представить как тоскливы сейчас в Аквильхаузе боюсь как бы маленькая тесная семья изгнанников на этот раз не распалась во всяком случае мы переживаем мрачный период изгнания и я не вижу конца пути Вакиры не выдержав возвратился в Вилькия оставив в изгнании свою кошку муж Виктор Гюго говорил в письмах к Луизе Вертен мне хотелось бы чтобы моя семья возвратилась довольно того чтобы я один был тут исполняя свой долг и жертвуя собой но они не пожелали оставить меня мои дети предпочли не расставаться со мной как я предпочел не расставаться со свободой Шарло То То Деде окрепли духом стали людьми с гордой и благородной душой они приняли одиночество и изгнание и сохраняют безмятежное спокойствие заблуждение Адель Адель уже увядшая барышня смогла наконец вести свет образ жизни бывать в театрах танцевать на балах посещать музеи и конечно же вновь встретиться с лейтенантом Пинсоном которого она не забывала со времен Джерси между тем на Гернси Жильетта не жалела сил стараясь сблизить отца с сыновьями которые в то время обедали у нее Шарло и То то питались симпатию к своему доброму другу госпоже и восторгались собранными ею реликвиями связанными с именем Юго и в ее жизни также бывали минуты отчаяния когда измученные его изменами она грозилась уехать в Британию но для Юго любовные жалобы удовольствия и семейные ссоры не имели никакого значения они рассеивались словно мрак или ветер он никогда не испытывал сожалений и не подвергал анализу свои чувства он был тем кто идет идет все дальше значение для него имела лишь легенда веков опубликованная в Париже и вызывавшая восторг самых строптивых упрямцев что за человек папаша Дюго писал Флоберн Эрнесту Фейдо черт подери какой поэт я залпом проглотил два тома мне не достает себя мне не достает буйе мне не достает понимающих слушателей у меня потребность во всю глотку прокричать три тысячи строк каких еще не видывал свет папаша Дюго вскружил мне голову ну и силач его упорное сопротивление тоже имело значение в 1859 году империя объявила амнистию изгнанники ее приняли Дюго отказался 18 августа 1859 года он писал верные обязательства данному своей совести я до конца разделю изгнание которому подвергла свобода когда возвратится свобода вместе с ней вернусь и я такое поведение раздражало писателей вставших как Сен-Дюх и Мереме сенаторами империи но оно вызывало безмолвный восторг французского народа имели значение и страстные попытки Дюго понять каким же должен быть мир более совершенный чем наш он знал по себе и по своим близким что все мы жалкие существа истерзанные ревнивые несчастные но он также знал что этим жалким бедным существам в минуту душевного подъема и восторга предстает смутное и возвышенное видение что они провидят зарю уже брежущую на горизонте одиночество писал он освобождает человека для некоего возвышенного безумия это дым неопалимой купины этот громовый голос вопиющий в пустыне возвращал францию уважение к свободе и во времена легкомысленной и светской литературы второй империи возрождал любовь к великим идеям и великим образом французы это понимали и именно тогда виктор Гюго занял свое место в легенде веков часть девятая плоды изгнания власть и богатство в вашей жизни часто являются для вас препятствием отняв у вас все вам тем самым дали все виктор Гюго и если останется один есть в отверженных превосходное рассуждение о величественных эгоистах бесконечности которые витают в небесах а потому обособлены от человека и не понимают тех кто придает значение человеческому страданию когда можно лицезреть лазурь небес среди них говорит Гюго целая группа мыслителей малых и великих был среди них Гораций был и Гёте сам того не зная иногда был им и Гюго хотя он как никто другой был поглощен проблемами человеческих страданий но жалость его являлась скорее абстрактнее чем братство и милосердие его не касалось его собственного дома увлеченные в течение 1860-1870 годов грандиозными творениями поэмами эпопеями романами очерками и работой над отверженными являющимися сплавом всех этих жанров он находил в труде необычайное счастье полноту творчества силу переносить одиночество он чувствует что замкнутость сопутствует славе и популярности писателя при его жизни в этом подобны друг другу два отшельника вольтер пернее гюго на джерси вольтер защищал калаты гюго безуспешно пытался спасти джона брауна он больше не скучает по парижу что такое париж мне он не нужен париж это улица револи а я ненавижу улицу револи даже лицом и осанкой он не похож теперь на горожанина да еще житель столичного города после того как у него возникла долго не прекращавшаяся болезнь горло которую он считал горловой чахоткой он отрастил себе белую бороду гневное напряженное выражение обычное для его лица во времена возмездия заметно смягчило именно тогда он обрел облик обыкновенного склокоченного старца который останется за ним в истории мягкая шляпа расстегнутый воротник куртка словно у старика рабочего он чувствует себя теперь независимым могущественным полным вдохновением он в расцвете сил и не замечает что его близкие задыхаются в атмосфере изгнания госпожа Дюго все дольше живет вдали от Гернси она была несчастлива поэтому нуждалась в развлечениях и рада была выступать как представительница славы своего мужа то во Франции то в Англии изгнание мужа дает женщинам предвкушение спокойствия будущего вдовства в Париже она вновь встречала своего дорогого бесконечно преданного ей Огюстова Кири она навещала своих родственников Фуше и Асселинов и иногда тайком поднималась по лестнице ведущей в квартиру Сент-Беова на улице Монфарна он очень постарел болезнь мочевого пузыря не давала ему покоя но он обладал кошачьей вкращенностью и умел вести занимательный разговор в котором сочетались изящество насмешливость ласковое мурлыканье а иногда бархатная лапка выпускала острые когти и больно царапалась манера чисто дамская после разговоров властного повелителя Гернси это было просто вдохновение в 1861 году Адель Гюго покинула от Вильхаус на несколько месяцев ее не было дома с марта по декабрь в 1862 и в 1863 годах сроки ее отсутствия были почти такими же мать пыталась по мере своих возможностей увозить с собой детей она робко защищала их от упреков перистину раздраженного этими отлучками он не мог понять что если его жизнь задержательной богата то жизнь других пуста и бедна госпожа Гюго Виктору Гюго в настоящее время мне крайне необходимо поехать в Париж этого требует мой священный долг забота о сестре к тому же я буду рада что на самый тяжелый месяц в году Адель переменит обстановку почему подобные решения тебя раздражают моя преданность к тебе от этого не изменится ты отец и должен как и я понимать насколько необходима для Адели перемена обстановки монастырский образ жизни который мы ведем привел к тому что Адель замкнулся в себе она размышляет ее мысли подчас ложные не испытывающие воздействия внешних событий становятся нелепыми я знаю что путешествие не меняет человека но ее привычки которые я назвала бы привычками старой девы могут на некоторое время исчезнуть в действительности же и сама мать больше не понимала свою дочь у бедняжки появились свои мании раздражительность угрюмость зачастую она впадала в мрачную задумчивость лишь музыка могла развеять ее черные мысли в записной книжке Виктору Гюго записано в декабре 1859 года Адель сыграла мне сочиненный ею этюд это прелестная вещица в апреле 1861 года отмечено купил по случаю фортепиано для занятий дочери 114 франков с тех пор как Адель встретилась на Джерси с лейтенантом Пинсоном еще во времена увлечений вертящими со столиками она вбила себе в голову что выйдет замуж за этого молодого англичанина претендентов на ее руку было много но она всем отказывала в декабре 1861 года она сообщила отцу о своей помолвке Виктор Гюго европеец по убеждениям но по природе француз и патриот не мог смириться с мыслью что его дочь выйдет замуж за иностранца и сначала возмущался жена дала ему понять что доводить Адель до отчаяния очень опасно на Рождество 1861 года Элберт Пинсон был приглашен в Отвильхаус что произошло между ним и молодой девушкой отпугнула ли она его своими странностями так или иначе он ее покинул она не находила себе места от тоски невероятно задумала поехать к нему и увлечь его вновь братья застигли ее в тот момент когда она тайком увязывала узлы с одеждой 18 июля 1863 года воспользовавшись отсутствием матери она уехала в Англию из Саутгемптона она написала ошеломленному отцу что отправляется на Мальту ей исполнилось 33 года и она могла поступать как ей заблагорассудиться тем временем госпожа госпожа Гюгу приятно проводила время в Париже она повела борьбу против избрания императора во французской академии его кандидатура была предложена придворной квитой и сопрометчивой смелостью заявила что ее муж отдав свой голос за избрание Луи Наполеона в академию и за ссылку его на каторгу она часто встречалась с Эмилием Дэшаном поэт постарел но остался румяным свежим и по-прежнему любил говорить всем приятные слова мое сердце навсегда принадлежит писал он ей в той благословенной поре когда я восторженно аплодировал первым стихам нашего великого Виктора и когда мы с Аглайей познакомились с вами юной и прелестной подругой его славы и сразу же вас полюбили Аглая Вьено дочь нотариуса на которой Эмиль Дэшан женился в 1817 году умерла в 1855 году примечание редакции увы до последнего дня когда бог взял к себе мою видняшку Аглаю мы не переставали говорить о всех вас и вспоминать мельчайшие подробности столь милых дружеских знакомств в поисках утешения я посетил Вагезы был на водах Контрексвилля а в то время Антони получил сообщение о музыкальном сборнике подготавляемом вашей дорогой очаровательной Аделью которая вспомнила меня попросив написать слова к песне пахаря приложив ноты своего чудовища по возвращении я принялся за работу и в конце месяца Антони отправил на Гернсе мой дар не осмелюсь сказать поэтический не получив ответа на посланные стихи Эмиль Дешан встревожился решил, что они потеряны и предложил молодой музыкантше выслать копию госпожа Дюго обновила сшитый в Париже туалет белое муслиновое платье в котором по ее словам она казалась совсем молоденькой Шарль Шарль везде бывал с нею вместе представляя ей компанию в легкомысленных развлечениях вместе они совершили паломничество на Королевскую площадь чтобы взгонуть на аркады и высокие окна того дома где их семья жила до изгнания тем временем на Гернсе Виктор Гюго создавал шедевр за шедевром заканчивал постройку от Вильхауза совместно со столяром Може который вырезал по его заказу надписи на двух колоннах радость печаль и на входной двери вперед воспрянем по прежнему он не оставлял своим вниманием служанок которые спали рядом с его комнатой дано 20 франков всей линии за то что не кашляло прошлой ночью меблировал новый дом Джульетты от Вильферри и мало думал о семейных делах однако исчезновение Адели тревожило его Виктор Гюго госпожа Гюго 23 июня 1863 года ты должно быть получил письмо от Виктора быть может и от Адели нам кажется невероятным чтобы она тебе не написала мы даже думали что она обратится скорее к тебе чем к нам и сообщит тебе свой адрес в этом случае ты вероятно поедешь к ней чтобы привезти ее домой просто недопустимо чтобы она добивалась замужества с этим человеком вопреки его желанию уж не кроется любовницы кто знает кто знает быть может у него есть дети напиши нам сообщи как можно подробнее поставь нас в известность обо всем что тебе напишет Адели госпожа Гюго прибыла на Гернсе 2 июля и уехала в Париж 15 августа одно из писем Адели отправленные из Нью-Йорка 14 июля пришло в от Вильхаус после отъезда матери несколько позже Беглянка сообщила родным что она в Новой Шотландии в Галифаксе где находится гарнизон Пинсона и что свадьба уже состояла госпожа Гюго Виктору Гюго Адель была свободна она не совершила ничего безнравственного выйдя замуж за того кого любит быть может она должна была проявить больше доверия к нам но если мы можем ее в этом упрекнуть то она в свою очередь может упрекнуть и нас разве ее жизнь не была принесена в жертву жестоким требованиям политики разве сама эта жестокость не была усилена избранным местом изгнания ты выполнял свой долг но выполнили ли мы свой долг по отношению к нашей дочери разве она не влачила жалкое существование отец уступил и чтобы оправдать исчезновение своей дочери поместил в октябрьских номерах газет извещение о свадьбе мадмазель Гюго и лейтенанта Пинцена и об отъезде молодой четыре в Канаду Виктор Гюго Этселю 10 октября 1863 года вы вероятно вы вероятно уже знаете из газет почему я запоздал с ответом моя дочь стала англичанкой изгнание вот твои удары ее муж один из героев Крымской войны молодой англичанин офицер аристократ человек строгих нравов дворянин и джентльмен у нас будет семья где старый тесть представляет будущее а молодой зять прошлое эта молодая личность олицетворяющая прошлое понравилась моей дочери она его избрала как подобает в таких случаях отцу я скрепил союз своим согласием молодая чета уже на пути в Галифакс сейчас между моим зятем и мною расстояние моральное отделяющее француза от англичанина и чисто материальное отделяющее нас от Америки но существует право на счастье моя дочь им пользуется я не могу осуждать ее за это Виктор Гюго писал Эмилю Дэшану 16 октября 1863 года вам вероятно уже известно что моя дочь стала англичанкой это все изгнание наделала увы свадьба состоялась лишь в помутившем совоображении Адели у Пинсона никогда не возникало желаний жениться на ней когда несчастное без предупреждения явилось к нему в Канаду он уже был женат и даже успел стать отцом Франсуа Виктор знаток Англии в семействе Гюго произвел подробное расследование от хозяйки квартиры где остановилась его сестра он узнал что она вела затворнический образ жизни почти ни с кем не разговаривала никого не принимала свидетели 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 сообщили что каждый день она отправлялась в казарме и ждала когда выйдет ее офицер она устремляла на него пристальный взгляд затем молча провожала его до дома когда Адели пришлось сознаться что она не выходила замуж она добавила что Пинсон ее предал обесчестил покинул Виктор Гюго госпоже Гюго 1 декабря 1863 года человек этот негодяй самый подлый из плутов обман длившийся 10 лет он увенчал высокомерным и бездушным отказом черная изберинная душа во всяком случае поздрави модель великое счастье что она не вышла замуж за такого пусть она избавится от призрака от страшной мечты от этого кошмара ведь это вовсе не любовь а безумие повлияй на нее дорогой друг у тебя великое сердце и благородный разум пусть Адель скорее возвращается мы скажем что брак заключенный без участия французского консула недействителен во Франции что этот человек нам не подходит и мы добились чтобы брак был расторгнут мы с Виктором уже начали говорить здесь таким образом через 6 месяцев Адель возвратится в Аквиль теперь ее будут называть не мадемуазель а мадам Адель вот и все она уже в таком возрасте когда можно быть дамой а не барышней и нам незачем давать по этому поводу какие-либо объяснения пусть только она освободится от этого скверного человека пусть вернется остальное я беру на себя она все забудет она выздоровеет бедное дитя она еще не знала в жизни счастье теперь для этого наступило время в ее честь я буду устраивать празднество в Атфельхаузе я приглашу на них интереснейших людей буду посвящать Аделе свои книги я увенчаю ею свою старость я прославлю ее изгнание я возмещу ей все если какой-то проходимец сможет обесчестить Виктор Гюго сможет прославить а потом когда она исцелится и повеселеет мы выдадим ее замуж за достойного человека и забудем об этом Салдафоне Салдафон стал оправдываться заявил что он никогда не нарушал принципов чести никогда не внушал несбыточных надежд мадемуазель Гюго никогда не просил ее руки и что в Галифаксе он отказался встретиться с нею дважды через третье лицо он умолял ее вернуться домой чтобы у нее не оставалось никаких иллюзий он даже проехал в экипаже перед окнами затворницы вместе с миссис Пинсон но Адель отказывалась покинуть Галифакс и дело кончилось тем что она уверовала в свое воображаемое замужество дни и ночи ждала прихода супруга так как она захватила с собой лишь свои драгоценности Гюго решил предоставить ей небольшую пенсию 150 франков в месяц в течение нескольких лет Адель аккуратно расписывалась в получении пенсии она не хотела чтобы ее разыскивали почти ничего не тратила и ей нравилась эта спокойная жизнь она верила что ее мечты сбылись в этом и заключалось ее своеобразное безумие трижды она сообщала о своем возвращении а затем снова откладывала отъезд на неопределенное время в глазах своей семьи она превратила в страшный далекий призрак тайна которого напоминала им о других семейных трагедиях Шарль Гюго похожий на своего деда генерала Гюго жизнерадостный и чувственный человек не мог больше переносить жизнь на Гернси где легкие победы над женщинами были редкие где патриарх захватил себе все охотничьи угодья с 1862 года он объявил о своем отделении в этом году положенный ему отпуск заканчивался в октябре но вместо возвращения на Гернси он не предупредив отца поселился в Париже Виктор Гюго пишет жене Шарль напрасно действует против моей воли и становится как ты выражаешься франдером госпожа Гюго отвечает дорогой друг позавчера Шарль сказал мне я очень люблю отца и боюсь его огорчить но я желал бы чтобы он понял меня ведь мне необходимо переменить обстановку достигнув 36-летнего возраста Шарль обвинил своего отца в том что он установил над сыном почти полицейский надзор обвинитель даже осмелился направить ему список своих обид Виктор Гюго Шарль Гюго 25 февраля 1862 года конфиденциально дорогой мой сын свою ноту мы получили мы читали ее всей семьей мать Виктор и я ничего не могли понять дорогой мое дитя выкинь из головы чудовищную фантасмагорию о шпионаже недостойную тебя и нас все перечисленные тобою факты на которые ты жалуешься полнейшая для меня неожиданность мне очень хочется чтобы ты изгнал смешной и нелепый призрак отцовской полиции якобы окружающей тебя я люблю тебя всех сердцем я полон заботы о тебе жизнь моя принадлежит тебе я так занят что у меня нет ни одной лишней минуты я прервал свою работу лишь для того чтобы наспех написать тебе несколько слов скоро к тебе приедет мама и проведет с тобой целый месяц я завидую ей в конце 1864 года Шарль уехал из Парижа чтобы устроиться в Брюсселе 17 октября 1865 года он женился с Тен-Джо Стен-Ноде на крестнице Жюли Симона Алисии Леаен хорошенькой кроткой 18-летней девушки она была сирота и воспитывалась у своего дяди по матери Виктора Буа известного инженера и строителя железных дорог Франсуа Виктор неустанно трудившись над переводом полного собрания сочинений Шекспира случал меньше чем другие и он остался бы со своим отцом если бы внезапное горе не заставило его поспешно покинуть Англонормандский остров он уже давно был помолвлен с молодой девушкой уроженкой Гернси Эмили Пютром дочерью архитектора который работал и для Виктора Бюго последний одобрял этот брак к несчастью Эмили была больна чахоткой незадолго до свадьбы она стала таять на глазах болезнь прогрессировала со страшной быстротой Юго пришел навестить больную она сказала с улыбкой мне не хочется умирать но 14 января 1865 года она умерла и скорбь Франсуа Виктора была так велика что испуганный отец заставил его покинуть остров еще до похорон на которых произнес прочувствованную речь в записной книжке Виктора Юго отмечено я сообщил семье Пютром которая хочет чтобы часть моей речи была выгравирована на могильной плите мисс Эмили что я поручу вытечь эту надпись золотыми буквами на гернсинском граните госпожа Дюго поехала вместе со своим сыном Брюссель на этот раз она отсутствовала целых два года с января 1865 года до января 1867 года она не появлялась в Атфельхаузе старый волшебник остался теперь на своей скале почти в одиночестве приехала его своячница чтобы вести хозяйство Юли Хоше вышла замуж за гравера Поле Шене но отношения у них не лазились одна Жюльетта была верна своему долгу чем больше членов семьи покидала Патер Памильас тем больше он принадлежал своей верной любовнице если бы я осмелилась говорила Жюльетта я молила бы небеса продлить наше пребывание здесь до конца дней наших время от времени в священные даты их любви возникали стихи призванные запечатлеть ее на веке нет счастья большего чем жить вблизи тебя любимым быть любить и стариться любя о как за наш союз я небо благодарен он жару тратив свой как прежде лучезарен любовь из двух сердец ты сделала одно где жил по сейчас минувшее давно могли б существовать мы разве друг без друга Жюльетта жизнь твоя сросла с моей подруга союз наш дарит нам всю радость бытия как встарь влюбленные мы сверх того друзья Виктор Гюго 22 сентября 1854 года все струны лиры перевод Донского примечание редакции в 1863 году появилась книга над которой так долго трудилась госпожа Гюго Виктор Гюго в рассказах свидетеля его жизни какова доля участия самого Виктора Гюго в этих рассказах запись Франсуа Виктора дает ответ на этот вопрос госпожа Гюго расспрашивала мужа во время завтрака обычно начинавшегося и в морской террасе и в аквиль хауде около 11 часов утра Виктор Гюго подробнейшим образом рассказывал обо всем что она желала знать и беседа их зачастую продолжала до конца трапезы после завтрака госпожа Гюго поднималась в свою комнату и бегло записывала то что слышала на следующее утро она вставала рано просила раздвинуть тяжелые занавески на окнах своей спальни и принести пюпитр который она устанавливала на кровати сидя в постели с чашкой шоколада она просматривала сделанные заметки затем принимала за окончательный вариант впоследствии опубликованного повествования Жюльетта высшее вознаграждение за смиренную жизнь получила экземпляр этих рассказов со спинноручной дарственной надписью автора госпоже Друэ написанные в изгнании подаренные в изгнании Адель Гюго от Вильхаус 1863 Гюго Того времени как женщина носившая почетные звания супруги Гюго перестала жить вместе со своим дорогим великим другом она несколько смягчила свою многолетнюю жестокость в обращении с наложницей которая тоже приближалась уже к 60 годам в 1864 году на Рождество госпожа Гюго во время короткого пребывания на Гернси устроила как это делалось каждый год елку для бедных детей острова и впервые пригласила в Адельхаус Жюльетту Друэ Мадам сегодня мы отмечаем день Рождества Рождество праздник детей а стало быть и праздник наших детей было бы очень хорошо если бы вы согласились присутствовать на этом маленьком празднике приятном для вашего сердца Жюльетта весьма тактично и гордо отказала ваше приглашение вот праздник для меня письмом своим вы щедрой рукой дали мне утешение и наполнили сладостным чувством мою душу вы знаете что я привыкла жить в уединении и думаю не посетуйте если я сегодня просто порадуюсь вашему письму это немалое счастье позвольте сказать вам что и оставшись в тени я буду благословлять всех вас когда вы будете заняты вашим добрым делом она не приняла и приглашение самого Виктора Гюго когда во время отсутствия жены он пригласил ее посетить его дом 9 мая 1865 позволь мне отказаться от этого счастья и чести и не нарушать осторожности деликатности и уважения с которыми я 30 лет относился к твоему и к моему собственному дому если когда-либо что мне представляется невозможным я буду приглашена тобою то это должно быть сделано не случайно но обдуманно согласие всей семьи только так я должна появиться в твоем доме позволь мне не нарушать нравственных убеждений всей моей жизни и сохранить достоинство и святость с моей любви принцесса Негрони слишком хорошо изучила последнюю роль в своей жизни отверженную Гюго был гораздо хуже епископа Бьен Беню я в этом убежден но при всех своих кипучих страстях этот сын земли был однако способен создать образ святого возвышающийся над человеком Олен в течение тридцати лет Виктор Гюго обдумывал и писал большой социальный роман несправедливость наказаний помилование осужденных картина нищеты влияние истины святого человека на оступившегося все эти темы занимали его воображение уже в то время когда он писал повести последний день приговоренного к смерти Клод Ге и такие поэмы как «За бедных» он собирал материалы о каторге о епископе города Диня Монсеньоре Меолисе о каторжнике Пьере Морени о стекульном производстве Монреэле Сюрнер о богатом мерзавце сунувшем гор снега за ворот несчастной проститутке к 1840 году он набросал планы этого романа несчастные истории одного святого истории мужчины истории женщины истории куклы это было в духе времени Жорж Сант Эжен Сю даже Александр Дюма и Фредерик Сулье писали романы о страдании народа успех парижских тайн вероятно оказал влияние на содержание отверженных но автором руководили и свои собственные искренние побуждения любовь к отверженным во мне жива как брат я сердцем с ними но как помочь толпе бурлячей гонимой как защитить ее права для утешения как найти слова и боль и нищета и тяжкий труд меня вопросы эти вечно жгут Виктор Дюго Клуи Б Все струны Лиры Примечание Редакции Эти стихи выражают и постоянство и силу его чувств с 1845 по 1848 год он почти всецело посвятил себя написанию романа Несчастную который в то время назывался Жан-Трижан Работа эта была прервана вследствие революции Поток возмездия всецело увлек поэта Затем его поглотили непрестанные мистические бредни и маленькие эпопеи 26 апреля 1860 года день когда он решил не покидать больше свой скалистый остров он открыл железный ящик где хранились заметки и рукопись Несчастная во время изгнания путешествия по морю этому ящику не раз грозила опасность пойти ко дну я потратил 7 месяцев на то чтобы постигнуть в целостном виде представшее моему воображению произведение чтобы создать единство между частями написанными 12 лет тому назад и теми главами которые мне предстоит написать впрочем все было сделано основательно провиза рет заранее изучив предмет латын примечание редакции сегодня я вновь начинаю чтобы уж больше как я надеюсь не отрываться от него труд над книгой прерванный 21 февраля 1848 года как известно в отмерщине реальные факты составляют бесспорные основы произведения монсеньор Меолис выведенный под именем Мириэля действительно существовал было в действительности и то что говорится о нем в романе бедность этого святого прилата его аскетизм его милосердие наивное величие его речей вызывали восхищение всех жителей Димы некий каноник Анжелен служивший секретарем у Меолиса рассказал историю Пьера Морена от бывшего срок каторжника которого не пускали ни в одну из гостей потому что он предъявлял волчий паспорт человек этот пришел к епископу и был принят в его доме с распростертыми объятиями так же как и Жан Вальжан но Пьер Морен не украл серебряные канделябры как это сделал Жан Вальжан епископ отправил его к своему брату генералу Меолису и тот был настолько доволен бывшим каторжником что сделал его своим вестовым реальная жизнь дает нам зыбкие и смутные образы художник по своему усмотрению распределяет цвет и тени далее романист воспользовался опытом личной жизни в отверженных появляется аббат Роган издатель Райоль матушка Саге сад филентинского монастыря молодой Виктор Гюго под именем Мариуса и генерал Гюго под именем Пон Мерси Мариус совершает прогулки с Козеттой как это делали Виктор и Адель Мариус три дня дулся на Козетту потому что ветер в Луксембургском саду до колен загибал ее священное платье В политике взгляды Мариуса меняются как и у автора романа В заметке относящейся к 1860 году говорится совершенно изменить образ Мариуса заставить его судить о Наполеоне и его истинном значении Три периода Первый Роэлист Второй Бонапартист Третий Республикан Жюльетта предоставила интересный материал для рассказа о жизни Козетты в монастыре от нее осталась тетрадь под названием «Подлинная рукопись бывшей пансионерки монастыря Сен-Мадленд часть которой в ее первозданном виде была любовно переплетена вместе с рукописью оттяжения на Гернсе Гюго дополнил роман множеством глав «Студенты» и «Грязетки» очерк о Ватерлоо для написания которого ему помогла прекрасная книга его друга полковника Шарраса «Сен-Ардье» обборовавшие трупы на поле боя монастырь Малый Пикпюс побег в гробу 1817 год Общество друзей Азбуки Луи Филипп и другие главы На протяжении всего этого длительного периода работы Жюльетта оказывала ему помощь Она страшно любила эту книгу и с наслаждением переписывала ее После двенадцатилетней разлуки она встретила Казетту как своего друга «Пишу вновь увидеть эту бедную маленькую девочку и узнать о судьбе ее прекрасной циклы Сгорая от нетерпения узнать потерял ли это чудовище Жавер след несчастного и благородного каторжника господина мэра В мае 1861 года ей была оказана особая честь На два месяца ее увезли в Мон-Сен-Жан и поместили в гостиницу Колон Виктор Гюго хотел написать на месте сражения главы посвященной Ватерлоу Она следовала за ним повсюду собирала васильки маргаритки маки и будучи шовинисткой делала из них трехцветные кокарды Иногда Гюго оставлял ее одну и уезжал в Брюссель чтобы повидаться со своей семьей Тогда она занималась перепиской его рукописей этой панацеей от всех бед самые приятные занятия которые я люблю больше всего на свете И все это лишь для того чтобы ныне какой-нибудь крестьянин мог сказать путешественнику «Сударь дайте мне три франка и если хотите я расскажу вам как было дело под Ватерлоу» Виктор Гюго отверженная часть вторая фазетта книга первая глава вторая примечание редакции Наконец произведения произведения и вы упомянули о нем в вашей превосходной книге профили и гриматы и так знайте что новорожденный чувствует себя хорошо я пишу вам эти несколько строк пользуясь последней каплей чернил которыми была написана книга Виктор Гюго сознавал что он написал превосходную книгу что ее прочтут множество читателей и поэтому хотел получить за нее такой гонорар который навсегда обеспечил бы его семью какому же издателю поручить роман он любил своего друга Эцеля но не считал его хорошим коммерсантом молодой бельгийский издатель Альберла Круа хилый низенькой бойкой влюбленной в литературу весьма образованный чрезвычайно энергичный с подвижным лицом густыми рыжими басимбардами и лукавыми глазами глядевшими сквозь пенсне который он поминутно поправлял на своем горбатом и длинном носу предложил свои услуги и принял условия автора 300 тысяч франков за исключительное право издания романа в течение 12 лет гюго введения Огюштва Кири и Шарль Гюго. «Польный рис» Виктору Гюго, 6 июля 1862 года. Вот уже шесть дней Париж лихорадочно читает отверженность. Первые устные отзывы и заметки в газетах предвещают огромный успех, который легко было предвидеть. Люди восхищены и увлечены. Больше не услышишь мелких замечаний и уклончивых отговоров. Это целостное произведение поражает своим величием, идеями справедливости, высокого милосердия. Оно возвышается над всеми и непреодолимо захватывает читателей. Полный триумф. Лакруа, уплативший за роман 300 тысяч франков, получил на его издание в течение 1862-1868 годов 517 тысяч франков чистого дохода. В честь отверженных в Брюсселе был устроен банкет. Критика отнеслась к роману менее восторженную. Политические страсти наложили свой отпечаток на характер суждений. Кувилье Флери поносил Гюго как первого демагога Франции. Барбе Доревильи говорил о нудной софистике. Называл Гюго скучным, изуродованным Поль де Коком. Как и следовало ожидать, друзья из среды писателей, Жюль Жанен, Фоль де Сен-Виктор, Нефцер, Луи Ульбах, Шерер, Жюль Кларити, отнеслись к роману с исключительной теплотой. Ламартин выразился осторожно. «Мой дорогой прославленный друг», — писал он Виктору Гюго, — «я был поражен и изумлен талантом, ставшим более великим, нежели сама природа. Это побуждало меня написать о вас и о вашей книге. Но затем я стал колебаться из-за различий наших взглядов, но отнюдь не наших сердец. Опасаюсь обидеть вас, сурово осудив эгалитарный социализм, детище противоестественных систем». «Итак, я не решаюсь говорить и сообщаю вам, я не буду писать о вас в моих литературных беседах, пока вы определенно не скажете мне, за исключением сердца, отдаю на растерзание Ламартину мою систему. Не требую никакой учтивости в вашем ответе, думайте лишь о себе». Гюго предоставил ему полную свободу. Ламартин написал очень резкую статью. Похвалы писателю, грубые выпады против философа. «Это опасная книга. Самое убийственное и самое жестокое чувство, которое можно вселить в сердца широкой публики, — это стремление к несбыточному». Уязвленный Гюго заметил, — лебедь попытался укусить. Бодлер опубликовал в «Ле Бульвар» лицемерную статью об этом романе, назвав его назидательным и, значит, полезным. Но признался своей матери, что он солгался, воздавая похвалу этой гнусной и нелепой книге. «Семья Гюго и его ученики вызывают во мне ужас». Религия прогресса приводила Бодлера в ярость. Он восхищался Гюго поэтом, но когда получил от Гюго письмо, где говорилось «вперед» — в этом слове суть прогресса, — это также лозунг искусства, — в нем заключена вся сущность поэзии. То такие прописные истины вызывали у него, смотря по настроению, то улыбку, то досаду. Ныне время вынесло свой приговор. Во всем мире отверженные и признаны одним из великих творений человеческого разума. Жан Вальжан, епископ Мириэль, Жавер, Фонтина, мадам Тенардье, Мариус, Козетта заняли свое место в немногочисленной группе героев мирового романа рядом со стариком Гранде, мадам Бавари, Оливером Твистом, Наташей Ростовой, братьями Карамазовыми, Сваном и Карлюсом. Киноэкран завладел этим романом, и поэтому герои Гюго стали известны почти всем. Почему же так случилось? Разве книга лишена недостатков? Разве Флобер и Бодлер ошибались, сказав, человеческих существ там нет? В самом деле, в романе перед нами предстают исключительные человеческие натуры. Одни выше, чем человеческие существа по своему милосердию или любви, другие ниже по своей жестокости и низости. Но в искусстве уроды живут долгой жизнью, если они прекрасные уроды. Гюго имел склонность к исключительному, театральному, гигантскому. Это было бы мало для того, чтобы создать шедевр. Однако его преувеличения оправданы, так как герои наделены благородными и подлинными чувствами. Гюго непритворно восхищался Мириэлем. Он непритворно любил Жанна Вальжана. Он ужасался, но вполне искренне уважал Жавера. Искренность автора, масштабность образов — превосходное сочетание гормонтического искусства. В отверженных было достаточно жизненной правды, чтобы придать роману необходимое правдоподобие. Роман изобиловал не только элементами реальной жизни, но и исторический материал играл в нем важную роль. Виктор Гюго пережил империю, реставрацию, революцию 1830 года. Зорким взором реалиста он замечал тайные пружины, руководившие событиями и людьми. Перечитайте главу о 1817 году, или несколько страниц истории о революции 1830 года. Мысу здесь равноценностили. Гюго справедливо говорит, что реставрация воображала, будто она сильна, так как империя исчезла перед ней, словно театральной декорацией. Ей было невдомек, что и сама она появилась таким же образом. Она не видела, что находится в тех же руках, которые убрали прочь Наполеона. Виктор Гюго, отверженные часть четвертая, книга первая, глава первая. Примечание редакции. Портрет Луи Филиппа, беспристрастный, почти сочувственный, написан прекрасно, как страница прозы Рецца или Сен-Симона. Современные критики, как это и предвидел издатель, упрекали автора за то, что в романе много отступлений. Много философских рассуждений, замедляющих повествование, говорили о ней. Враждебно настроенной борьбе до ревельи, тем не менее, признавался, что он невольно восхищался картиной сражений при Ватерлоу, полной лиризма, свойственного господина Гюго, вдохновенному поэту кушек, рожков, маневров, схваток, мундиров. Я признаю, что это сражение вызывает живой интерес. Но он полагал, что этот очерк, так же, как и описание монастыря Пикфюст и глава о деньгах, не имеют никакого отношения к роману. Попутно отметим, что подобные упреки делали и Бальзаку, и Толстому. В этом не упрекали лишь Мериме. Но Бальзак и Толстой являются более великими писателями, чем Мериме. Не слишком ли длинно описание Геранда в начале Беатрицы? Может быть и так, но без этих длин нот роман стал бы менее насыщенным. Нужны иногда замедление темпу, умолчание, паузы, время. Философское предисловие к отверженно начинается словами «Это книга религиозная». Вот в чем секрет. Сент-Бео, который обладал вполне достаточным вкусом, чтобы не распознать шедевр, остерегался написать статью. Но заметил в своей тайной записной книжке, что в то время, как все представители его поколения превратили в стариков, похожих на тех ревматиков, что сидят на скамейках около дома инвалидов и греются на солнышке, Виктор Дюго являл собой пример цветущей молодости. В ресторане Маньи за обедом Тен сказал «Гюго? Гюго совсем не искренний». Тен-Бео разразился негодующей тирадой. «Как? Вы, Тен, считаете, что Мюсте выше Гюго? Но ведь Гюго создает книги. Под носом у правительства, которое все же обладает достаточной властью, он сорвал самый большой успех в наше время. Он проник всюду. Женщина, народ, его читают все. Любую его книгу расхватают за четыре часа, с восьми до полудня. В молодости, как только я прочел оды и баллады, я сразу же понес показать ему все свои стихи. Эти люди из глоб называли его варваром. Так вот, всем, что я сделал, я обязан ему. А люди из глоб за десять лет ничему меня не научили». «Позвольте», — возразил Тен. «Гюго — это громадное явление нашего времени, но...» «Сент», — прервал его Сент-Дёв, — «не говорите о Гюго, вы его не знаете. Только мы двое здесь знаем его, Готье и я. Творчество Гюго великолепно». «Гора в огне», — «беспредельный гений», — Бодлер. Теофиль Готье говорил об отверженных. «Это не хорошо, не плохо. Творение это создано не руками человеческими. Оно, можно сказать, порождение стихии». Эта оценка более подходит к другим произведениям периода изгнания. И, в частности, к Вильяму Шекспиру, масштабные книги эпической критики, излившиеся из лавы, из которых возникают гигантские фигуры, еще не померкшим огненным отцветом. Три причины побудили Гюго обратиться к Шекспиру. В 1864 году должно было быть отмечено 300-летие со дня его рождения, и тема становилась актуальной. Франсуа Виктор попросил его написать предисловие к своему переводу. А главное, он испытывал потребность заменить предисловие к Кромбелю, написанные 40 лет тому назад, неким итоговым сводом суждений, который явился по литературным дизайнам, священним XIX века и романтизмом. Шекспира Гюго знал весьма посредством. Нужно вспомнить о первой его встрече с Шекспиром в Рейнсе в мае 1825 года, когда Надье перевел ему экспромтом короля Иоанна, и молодой поэт был потрясен. Он не пожелал дочитать трагедию в переводе «Ле Турнера» и имел на то основание. Но Надье и Виньи познакомили его и с другими шекспировскими драмами. Прибыв на Джерси, Франсуа Виктор спросил отца, «Чем ты будешь заниматься во время изгнания?» И отец ответил, «Буду созерцать океан. А ты что намерен делать?» «Буду переводить Шекспира», — ответил сын. Гюго величественно заметил, «Есть люди, равные океанам». Диалог театральный, но к чести Франсуа Виктора по натуре своей человека ленивого, следует сказать, что он мужественно принялся за этот гигантский труд. Нужно было перевести 36 драм, 120 тысяч стихотворных строк. Труд этот мог быть осуществлен лишь благодаря гернфийской скуке, а также при помощи одной молодой девушки, мисс Эмили Кютрон. Гюго следил за работой сына в меру своих познаний в английском языке, а они были невелики. Но эта работа привела его к размышлениям о гениях, о роли поэта, об искусстве. Говоря о Шекспире, он получил возможность сказать и о самом себе. Вдохновение придало книге необычайную ядкость. Презисловие превратилось в целую книгу. Был ли это очерк о Шекспире? Лишь в небольшой степени. Подлинный сюжет очерка — рассуждение о гении, вернее о гении. В рамки разговора о Шекспире он включает Гомера, Иова, Эсхила, Исайю, Иезекиля, Лукреция, Ювенала, Тасаса, Святого Иоанна, Данте, Рабле, Сервантеса. Тут только один француз и только один грек. Бельгийский издатель Лакруа, маленький человечек с рыжими бакенбардами, был недоволен, что среди гений нет представителя Германии. Он советовал добавить Гёте. Гёте всего лишь талант, возражал Юго. Гёте ограниченный писатель, гений беспредельный. Масштаб бесконечности, заключенный в них, определяет их величие. Они вмещают в себе неведомое. Еврипид, Платон, Вергилий, Лафонтен, Вольтер не допускали ни преувеличений, ни ужасов, ни чудовищного. Чего же им недостает именно этого? Вот ответ тем, кто упрекал Юго именно за это. Вся книга представляет собою защитительную речь про домов. О себе латынь, примечание редакции. Гений никогда не должен подвергаться критике. Даже его недостатки являются его достоинствами. Гения нельзя превзойти. Искурство, будучи искурством, не устремляется ни вперед, ни назад. Пирамиды и Илеада остаются на первом плане. Уровень шедевров для всех одинаков. Это некая абсолютность. Отсюда возникает убежденность поэтов. Они возлагают надежды на будущее с возвышенной уверенностью и, всматриваясь в прошлое, с родственным чувством подыскивают себе равных. Юго считает себя равным наиболее великим поэтом. Современники посмеивались над этой заносчивостью. Мы находим ее в целом обоснованной. Суждение французского поэта о поэте Англии так говорилось в проспекте книги, написанном самим автором. Великие люди, составляющие таинственную группу гения, обладают тремя качествами наблюдательности, воображением, интуицией. Они находятся в прямой связи не только с человечеством и природой, но и со сверхъестественными силами. В творчестве Шекспира возвышается высокой мысль наведения. Точно так же и у других великих поэтов. Промонториум сомнии высокой мысль наведения латыни примечания датсона. Таково название одной главы, написанной для Вильяма Шекспира, но которая долгое время не публиковалась, а она один из ключей к пониманию его. Всякий мечтатель стоит в себе этот воображаемый мир. Равновесие духа, временное и частично нарушенное, не есть явление исключительное ни у отдельных личностей, ни у целых народов. Промонториум сомнии, как по мысли, так и по стилю, главный предмет рассуждения. Но по вполне понятным соображениям, Юго не хотел печатать эту похвалу безумию. После того, как очерк Вильям Шекспир был продан Лакруа и был подписан договор, последний признался, что к тому же самому юбилею он заказал книгу о Шекспире Ламартину. Надеюсь, писал он, это обстоятельство вас не смутит. Вот яростный ответ Юго. Меня это больше не смущает, меня это оскорбляет. Оскорбление нанесено моему прославленному другу Ламартину. Оскорбление нанесено и мне. Вам вздумалось устроить скачки с препятствиями, поставить нас с Ламартином в положение лицеистов, состязающихся на конкурсе в сочинении на заданную тему. Вы мне сообщаете, успех, которым я надеюсь будет пользоваться ваша книга, повлечет за собой распродажу книги Ламартина. Сомневаюсь, что я смогу тащить за собой в буксире такого великого поэта, как Ламартин. Сомневаюсь также, что Ламартину будет приятно, если кто-то станет тащить его за собой на буксире. Другой эпизод, связанный с трехсотлетием Шекспира. Французские писатели создали Шекспировский комитет. Виктор Гюго был избран председателем, и так как он не мог присутствовать на торжественном банкете, комитет решил, что его кресло останется свободным. Так отметит Париж во время банкета отсутствие прославленного изгнанника. После банкета праздниство предполагалось перенести из гранд-отеля в театр Порт-Сен-Мартен, где будет поставлен Гамлет в поле Мериса. Жорж Сант написала послание, которое должно было быть прочитано на банкете, послание короткое, банальное, примеряющее Шекспира и Вольтера. Тем не менее, было очевидно, что правительство, боясь скандала, запретит банкет. Но это запрещение, говорил Мерис Огюс и Василис, послужит превосходной рекламой для книги. Банкет был запрещен, а книга вышла в свет. Маларне сказал, есть страницы, словно изваянные скульптором, но сколько ужасных вещей. Пресса сдержанно отнесла к ней. Поэту упрекали в том, что он пожелал выступить в роли критика. Странная идея, отвечал Гюго, запрещать поэта заниматься критикой. Кто же лучше шахтера знает галереи шахтера? Амидей Ролан с насмешкой писал в Ревю де Пари. Плохо скрытый тайный смысл книги сводится к следующему. Гомер великой грек, Эсхил великой эллин, Исайя великой иудей, Ювенал великой римлянин, Шекспир великой англичанин, Ветховен великой немец. А кто же великий француз? Как, ради его не существует? Рабле? Нет. Мольер? Нет. Право, трудно догадаться. Монтескье? Нет, и не он. Вольтер? Фу! Так кто же? Стало быть, Юго? А что вы сказали о велиме Шекспире? Я говорила о нем столько же, сколько сам Виктор Юго. Это великое имя послужило здесь лишь вывестой. Тем временем удивительный старик разбирал свои рукописи в Брюсселе. Я отправляю в Атвель второй, речь идет об Атвель Феери, домике, где жила Жюлета, новый ящик средней величины с внутренним и висячим замком, содержащий в себе неизданную рукопись, продолжение легендовеков. В другом ящике конец сатаны, тысячи франков вознаграждения, драма вторжения и комедия «Бабушка», много папок с начатыми сахемиями, моя записная книжка, дневник 1840-1848 годов, кроме того, рукопись уже опубликованных вещей, отверженные Вильям Шекспир, легендовеков, песни улиц и лесов. Положена также неизданная рукопись почти завершенных сборников песни Гавроша и стихи Жанна Прузера, затем «Дела и речи во время изгнания» для книги Виктора Гюго «Изгнание». Что бы ни случилось, путешественник никогда не отправится без багажа в вечный путь. Песни улиц и лесов Вильям Шекспир был опубликован в 1864 году, а в 1865 году песни улиц и лесов удивили тех, кто видел в Гюго апокалипсического поэта и критика теоретической мультики. Внезапно они узнали Гюго чувственного и веселого. Всю жизнь он поклонялся любви и с наслаждением воспевал ее. С юных лет его воображению рисовались тревольные картины фавн, разглядывающий сквозь ветви леса белоснежных нимф, лицеист, подсматривающий через щели чердака за грезеткой отходящей ко сну, очаровательные нежные босые ножки купальщицы, косынка, приоткрывающая прелестную грудь, юбка, приподнявшаяся за розовые подвязки туго натянутого чулка, встреча с молодой незнакомкой. Она была одна на берегу, босая, окутана волос каштановой волной. Мне вдруг подумалось, не нимфа левичная, если бы я ее позвал, пойдем со мной. здесь взвился ветерок, светило солнце ярко, шептали с камышом прозрачные струи, и, зарумянившись, приветственная дикарка со смехом бросилась в объятия мои. Виктор новых песнях. В 1865 году работа над ним была завершена. Резкий контраст между песнями улиц и лесов и предшествующими имел своей целью поразить воображение читателя. Поэт выпустил Пегаса на лужок, и тот, почуя их волю, помчался. Длинные волны Александрийских стихов сменились короткой зыбью восьмисложника. Весь сборник состоял из восьмистопных стихов и четырехсрочных стров, излюбленных Феофилием Готье и Генрихом Гейми. Казалось, Гюго побился об заклад, что он сможет преодолеть любые трудности. Дерзость порой напоминавшая юного мюсте должна была возбудить негодование добродетельных критиков, привести в восторг других. Луи Вейо торжествовал. Господин Гюго родился в 1802 году. Значит, он почти достиг того возраста, в котором находились два старца, уевавшиеся вокруг Сусанны. Если старцы Сусанны пели, то, несомненно, они пели песни улиц и лесов. В них раскрывается их душа. Это отвратительно. Другой враг Барбе Древельи издевался. Виктор Гюго, этот могучий трубач, созданный для того, чтобы трубить музыку всех атак и походных маршей, пожелал стать литературным сертистом и дрожащим голосом напевать, наигрывать, насвистывать, насверели нежные идилии. Хотя всем известно, что и грудь, и губы у него способны выдувать воздух с такой силой, что он может разорвать медные спирали самых мощных валторн. Бонапартистская пресса видела в этом воспевании шаловливых проказ юности бесспорные доказательства старческой похотливости. Юго изображали дряхлым развратником, у которого нет ни одного волоска на голове. На самом же деле он оставался крепким, как скала, не утратил вкусок восхлаждением, считал чувственную жизнь здоровой. Было ли это преступлением? Можно ли гармонично сочетать слова пожилого человека с далекими песнями молодости? Можно ли самому стать их посмертным издателем? Имея Квестарик право вспомнить годы своей юности? Автор думал об этом. Отсюда и возник этот ненужный оправдание. Песни восхитили всех своей ошеломляющей виртуозностью. Это признавали даже его недруги. Бербе Древельи воздавал хвалу музыканту в совершенстве владевшему своим инструментом. Ничего подобного невиданного французском языке и даже во французском языке самого господина Дюго. Он писал о том, что читатель восхищен легкостью поэта и небывалым искусством вертификации. Когда ритм создается этим гением, он производит удивительное фантастическое впечатление, подобное тому, которые в живописи рождают на сарабески, выполненные таким же гением. Господин Дюго гений поэтического арабеска. Он делает из своего стиха все, что захочет. Орликин превращал свою шляпу в лодку, в кинжал, в лампу. Господин Дюго делает из своего стиха много других вещей. Он играет с ним так, как играла на бубне цыганка, которую я однажды видел. Этот день и сейчас кажется мне прекрасной мечтой. Грозный вейё перещеголял даже эти изощренные похвалы. Никакой ваты, никаких длиннот. Это сама живая упругая плоть, которая резвится и скачет, играя крепкими мышцами и трепещет, согретая жаром горячей крови. Я бы осмелился сказать, что этот сборник самый прекрасный образец чувственной поэзии во французском языке. Здесь противник был справедлив. Мы восхищаемся, как и он, изящные мускулистые силы этих бесчисленных строк. Ведь несложный стих не даёт возможности злоупотреблять лишними словами. Он требует воображения, и чтобы избежать однообразия, своего рода сумасбродства, внезапно возникающей мысли и образа. любовью ставят ловушки для уловления сердец. Приход расход у нас пастушки стрекут банкиров не овец. Пора бы вам понять, мужчины, наш современный мир таков, что обольстительные фрины расчет не верстовщиков. Искусный тешится игрою, амур холодный щитовод, целует пылкой дафни с Хлою, а Хлою предъявляет счет. Виктор Гюго, старший и младший, песни «Улица лесов», перевод Донского, примечание редакции. Каждая эстрофа превосходна, каждая танцовщица по воле автора легко подпрыгивает и опускает. Сборник, безусловно, не отличается изобилием мыслей, восхваление лесов, весны, дедные тижины, поцелуи, приветствия девушек, розовых и не в том, что природа человека всюда одинакова. Не все ли равно, хламиды или платье, а ты, Марго, и в чепчике гликерии подобна? И разве нельзя на мгновение отвлечься от высоких глубоких проблем? Мой друг, ты сердишься, я знаю, как быть, все в зелени вокруг, тракт недолго объявляет, меня уже заждался лук. Итак, очаровательные танцы, гибко скизованные с участием самых прекрасных слов. Танцы в стиле востошенье феокрита, где идиллия отражается в галантных стихах, где за выходом прачки следует вытопим. ударцем бал и гениальный хореограф балета стремится доказать читателю, что даже при этом стремительном ритме можно без усилий перейти от эзилии к эпатрею. Благодаря этому возникают очаровательные вещи, время села, вечер, шесть тысяч лет стены, а также воспоминания о войнах можно себе представить воспечатление Теофири Готье Теодора Суте, который пользовался тем же инструментом и достигает этого стиха. Сынникам языка это серьезное зрелище доставляло поистине божественное наслаждение, как об этом писал Барбе. Детская публика Второй империи задействовала коммерческому успеху книги, изящно-привольные массивы были в полном духе того времени. Широкая публика, читавшая и одобрявшая произведение, не интересовалась этой слишком мученой поиски. Жорж Танц написала во Венир Националь превосходную статью о песне. Воспитание наслаждает. Она получила довольно странное письмо. «Эта страница вознаграждает меня за мою книгу. Существование Бога доказывается тем, что среди людей мы находим гения. Мы и здесь этот самый гений». Новая форма доказательства бытия Божия. Труженик моря О жизни Виктора Гюго между 1866 и 1869 годами существуют пространные воспоминания, иронические вместе с тем правдивые, принадлежащие Перу Поле Стапсера, молодого французского учителя, который приехал преподавать литературу в коллезе Гернси и был принят в доме поэтов. Гюго жил тогда под опекой своей своячницы Жюли Шенет, и обедать к ним приходил один из изгнанников Горбун Кестлер. Гернси Стапсер 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 был поражен благородной и легкой постапью старика Гюго. Сильный лобкой, в мягкой шляпе с широкими полями, с накинутым плечо плащом во время непогоды, обычно державший руки в карманах, высокой, статной, он принял бы внушительное впечатление даже в жалком одеянии бродяги. Чопорный, с изящными манерами на старинный лад, в высшей степени учтивый, он говорил молодому Стапсеру, что считает за честь принимать его у себя. В беседе с глазу на глаз его речь, пронизанная французским остроумием, была простая и естественна. Перед многочисленной аудиторией он становился весьма красноречивым. Личность превращалась в персонаж. Тогда он метал гром и молнии против вульгарного материализма. Негодованием цитировал он изречение Тена. Порок и добродетель являются такими же продуктами, как сахар и купород. Но ведь это отрицание различий между добром и злом. Я хотел бы быть в Париже, да-да, я хотел бы пойти в академию, чтобы вместе с архиепископом Орлеанским голосовать против избрания этого педанта. Другим ненавистным для него человеком являлся Рассин. Он владеет своим инструментом неуверенно, говорил Гюго, и иногда пишет очень плохо, щадите кровь свою, я умоляю вас, чтоб вопли ваши мне не слышать сотни раз. И со сладострастием литературного гурмана он восхвалял аналой Буало, шалого Мольера, комедии Корнеля. После обеда он становился величественным. Молодой Стапфер не без лукавства заметил, что именно тогда ставились и разрешали сложнейшие проблемы бессмертие души, сущность Бога, необходимость молитвы, абсурдность пантеизма, абсурдность позитивизма, две бесконечности. О, как ограничен атеизм, как он скуден, как он абсурден, Бог существует. Я больше уверен его существовании, чем в своем собственном. Что касается меня, то я и четырех часов не провожу без молитвы. Если я ночью просыпаюсь, то сразу начинаю молиться. О чем я прошу Бога? Чтобы он дал мне свою силу. Я хорошо знаю, что хорошо, что плохо, но я не нахожу в себе силы поступать так, как считаю хорошим. Мы существуем в Боге, Он творец всего. Но было бы ложным утверждать, что Он сотворил мир, ибо Он творит его постоянно. Он это я бесконечности. Он является. Адель, ты спишь? госпожа госпожа Гюго прибыла в тот вечер на Гернсте и прожила там очень недолго. Теперь она была импозантной дамой шестидесяти четырех лет, с высокой прической, состоявшей из крупных локонов, в нарядном платье, подчеркивавшем ее пышные формы. Она поражала молодого стопфера тем, что с важным видом говорила очевидные вещи. Вы из Парижа, сударь? Ах, Париж, величайший город мира! Время от времени она исправляла ошибки в речи своей сестры. Ах, Жюли, как ты можешь говорить, не хотите ли медока? Надо говорить медокского вина. О современных писателях Виктор Гюго отзывался без обиняков. Его удивляло, что критика вознамерилась раскрыть великое значение поэзии Мюссе. Я нахожу очень верным и прелестным определение, которое ему когда-то дали мисс Байрон. Он во многом уступает Ламартину. Есть только один классик в нашем веке, единственный, вы понимаете, это я. Я знаю французский язык лучше всех. После меня идут Тент-Дёв и Мереме. Но этот последний писатель короткого дыхания, трезвый, как говорят. Вот уж действительно хорошая похвала писателю. Сьерр — это автор-швейцар, нашедший читателей-дворников. Курье — отвратительный малый. У Шотебриана много превосходных сочинений, но это был человек без любви к человечеству. Мерзкая натура. Меня обвиняют в том, что я был горд. Да, это верно. Моя гордость — это моя сила. В тот же самый 1867 год произошло событие, которое в глазах Жюльетты стало великим. Визит госпожи Гюго в Атвиль-Фейри, то есть госпоже Друэ. После двух лет отсутствия добросердечная Адель Гюго хотела поблагодарить ту, которая с радостью исполняла обязанности ее заместительницы. Жюльетте было грустно, что снята с очага и опрокинуты ее котлы, что больше она не нужна, как стрепуха, но она была польщена вниманием, проявленным к ней супругой, и тотчас явилась в Атвиль-хаус с ответным визитом, как это принято между главами государства. Жюльетта Друэ Виктору Гюго Я поспешила выполнить долг вежливости, так как чувствую глубокое уважение к твоей очаровательной супруге. Отныне для нее стала милой привычкой вмешиваться во все семейные радости. Несколько позже она провела подлиц своего возлюбленного три месяца в Брюсселе и была принята в доме на площади баррикад. Она даже была приглашена вместе с Шарлем, его женой и сыном, четырехмесячным малюткой Жоржем, пожить несколько недель на даче среди лесов Шофонтена. Там она читала вслуг госпожи Гюго, зрение которой очень ослабело. Жюльетта Виктору Гюго 12 сентября 1867 года. Мое сердце не знает кому из всей вашей семьи прислушиваться. Я восхищена, растрогана, поражена, счастлива, как только может быть счастлива бедная старая женщина. Сколько счастья выпало мне на долю за последние две недели. Солнце, цветы, милая малютка, семейный круг и атмосфера любви. Я обнимаю тебя и благословляю всех вас. 61 год после жестокого покаяния она наконец смогла вкусить сладость деликатного и широко неоглашаемого прощения. Даже на самом Гернсе растеялись предубеждений против незаконного, но освещенного временем сожительства. Жюльетте было разрешено во время отсутствия госпожи Гюго прожить месяц в Отцвельхаузе. Недолгое, но восхитительное счастье. Жюльетте Друэ Виктору Гюго Я пользуюсь каждым мгновением и всеми случаями, которые мне предоставили милосердный Бог и ты. Преисполненное обожание благодарю за это вас обоих. В это время труп постранствующих актеров сыграл на Гернсе Эрнане и к великому удивлению Жюльетте, которая побаивалась предрассудка в шестидесяти именитых семейств острова, спектакль имел успех. На Гернсе теперь продавалось фотографии Виктору Гюго среди детей, снятые на рождественской елке, и даже сам булочник пожелал купить портрет отца семейства в Атвиле. Так пришла местная слава, возникающая всегда с большим опозданием. Отныне установился новый уклад жизни. Госпожа Гюго большую часть времени жила в Париже, где семья Шарль время от времени просила ее о гостеприимстве. Франсуа Виктор, Шарль и Алиса смотрели за домом на площади баррикад в Брюсселе. Жюли Шене и Жюльетта присматривали за великим изгнанником на Гернсе. Летом семья Гюго собиралась в Брюсселе. В 1865 году Бодлер сообщил Анселю, что поэт окончательно поселился в Бельгии. Кажется, он расторился с океаном. Либо у него не хватает больше сил терпеть океан, либо он сам наскучил океану. А ведь сколько труда стоило Гюго воздвигнуть себе дворец на скале. Однако Бодлер ошибался. Гюго по-прежнему верил, что Гернси не дает ему много дворец и очень любил свой дворец. Но все-таки он находил, что не какое бремя жить на четыре дома. Париж, Брюссель, Гернси и далекий дом его дочери Адели, живущей за океаном. Адели он посылал ежемесячно на содержание 150 франков и сверх того по настоянию матери два раза в год по 300 франков на одежду. В общем, содержание семьи стоило ему, включая квартиры и питание, около тридцати тысяч франков. Его ежегодные доходы бельгийский банк, английские вклады составляли 48 тысяч пятьсот франков, сверх того тысячи франков жалований как члену академии. Если учесть, что он продал роман отверженный более чем за 300 тысяч франков, что он по-прежнему получал за свои новые книги по 40 тысяч франков за том, а роман обычно состоял из четырех томов, что он к тому же печатал статьи и имел бесчисленное множество переизданий, то можно утверждать, что он был довольно богатым человеком, и его постоянная привычка торговаться со своей семьей несколько удивляет. Дюго считали скупым. Говорили, что на старости лет у него развелось пристрастие помещать каждый год часть своих доходов в банк. Для того, чтобы судить об этом справедливо, необходимо учитывать два обстоятельства. Во-первых, кроме содержания своей семьи и Жюльетте Друэ, он много денег раздавал, чего вовсе не обязан был делать. Так, например, он в течение многих лет оказывал помощь изгнаннику Энне Кеслеру, который все время жил непосредством. И дело кончилось тем, что Гюго навсегда приютил Кеслера в своем от Вильхаузе. Еженедельно он устраивал на Гернсе превосходный обед для сорока детей. В его записных книжках мы найдем массу упоминаний о помощи нуждающимся. 9 марта 1865 года бульон, мясо, хлеб, посланные для Мари Грин и ее больного ребенка. 15 марта послал пеленки госпоже Освальд, которая только что родила. 28 марта уголь для семьи Окьена. 8 апреля послал простыни для Виктории Эта, родившей ребенка, не имеющей белья. Почти треть суммы расходуемой на хозяйство как правило предназначалась для помощи бедным. Благодетельная скупость. Следует иметь в виду и другое обстоятельство. Он считал своим долгом накопить средства, чтобы обеспечить свою семью после смерти. Сыновья его мало зарабатывали. Адель ничего не получала. У Шарля 31 марта 1867 года родился сын Жорж. Ребенок умер 14 апреля 1868 года. Но 16 августа 1868 года появился второй Жорж. Он выжил. За ним появилась сестра Жанна, Виктор Гюго, сыну Шарлю. Я ломаю себе голову, как обеспечить будущее Жоржа и Жанны, поэтому я решительно не хочу тратить сверх того, что получаю. Как видишь, в голове стариков еще могут мелькать проблески разума. Ему приходилось призывать своих близких к бережливости, так как они были склонны к расточительству. Он писал Шарлю и Франсуа Виктору. Теперь поговорим о хозяйстве. Покупка вин обходится вам слишком дорого. В конце марта я уплатил за вино посланное в Брюссель 300-304 франков, а всего с октября 678 франков. Словом, на одно только вино ушло за год более 2000 франков. Сделайте отсюда вывод. Сверх того, что он давал своей жене и сыновьям, они брали еще у него в долг, и он иногда объявлял им финансовую амнистию. Это не мешало госпоже Гюго прибегать к займам, чтобы помогать своим родственникам. Она была крайне снисходительна к своему зятю Полю Шане, бездарному художнику с душонкой. Ей хотелось порадовать бедняжку Деде, покинувшую родной дом. Сама она была серьезно больна. Уже на Джерси она вызывала беспокойство у своих близких, так как лепла на один глаз из-за воспаления сетчатой оболочки глаза. У нее бывали сердечные приступы, головокружение, и она чувствовала, что ей угрожает апоплексия. сердечные сердечные отпуск. Редактор субтитров ASSIST Корректор Продолжение следует...